I want you to be with you every more and more Очень смешно Ухожу в герлинг Александр Евгеньевич, подъем Новости бывают хорошие, бывают плохие Мы считаем, что новость от выбросирования автоматически становится... Рот, и только попробуем выпрямиться ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло Спасибо за будильник, любимый За какой будильник, любимая? Который ты засунул под кровать, любимый Любимая, это шутка на уровне второго класса Понятно Ты уже домой едешь? Ага, только, Ладусь, у меня за ночь вообще голяк Я полночи ремонтировал, столько одного клиента довез, прикинь Так что придется еще днем бомбить Подожди, Олег, ты же обещал, что Сашку в поликлинику сходишь, он кашел опять всю ночь Ладусь, ну толку от этой поликлиники Я тебе говорю, поедем на море, все у него пройдет Ну правильно я говорю, Ладусь Ладно, я пошла завтрак готовить Пока Сань, Олег не сможет тебя отвезти, собирайся, пойдешь со мной на работу А поликлиника? Попробую отпроситься Кстати, еще раз засунешь будильник мне под кровать? Мам, ну это правда не я, это у дяди Олега шутки на уровне второго класса Мы договорились, что ты будешь называть Олега папой Хорошо, это у дяди папы шутки на уровне второго класса Все, брысь, чистить зубы, хоть три минуты не буду тебя слышать Может успею кофе попить? Дорогой, ты невиновый телефон! Нет Ничего с утра найти не могу Так, где ты? Просто полутергейст какой-то Я не понимаю, это у меня часы настолько опаздывают или ты действительно вылезла из постели в 8 утра? А ты меня когда-нибудь слышишь или только делаешь вид, что слышишь? Я тебе вчера три раза говорила, что с утра встречаю свою подругу Карину, которая прилетает из Рима Я уже опаздываю, пипец А Карина это у нас экстрасенс, которому ты по каждому чиху бегаешь, да? А почему по каждому чиху? И между прочим, она не экстрасенс, а астролог Вообще, чего я оправдываюсь? У меня и так мало времени Вера, ты меня можешь в следующий раз предупреждать, когда ты выпускаешь свое животное гулять по квартире? Ага, милый, Леонард сейчас гуляет по квартире Да, вот как-то так Только в следующий раз до того, как я воююсь кофе, хорошо? Ага Рядовой, Косаткин, команда на выход дана была пять минут назад, давай, 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 Саня Так Привет Фу, напугал меня Малыш, правда, прости, не знал, что так получится Да ладно, я завтра приготовила, кофе сварила Не-не, я вначале в душ А, хорошо, только я тебя прошу, поспи хотя бы часик На юге выспаться, конечно, если ты дашь мне выспаться Ага Ох ты Здорово, банда Здоровей, Леонард Сань, мы опаздываем Да я тебя Нет, нет, нет Машина остается дома, не хватало, чтобы еще клиентам ноги поотшибал Прости за любопытство, а что твоя Карина делала в Риме? Там был слет шарлатанов или начался сезон распродаж? Милый, ты можешь шутить сколько угодно Но, между прочим, Карина другая, чем ты ее себе представляешь Она стильная, умная, образованная женщина Между прочим, у нее клиенты в Риме И не только в Риме, по всей Европе Застегни Стильная, умная, образованный экстрасенс-астролог? А она случайно в Книгу рекордов Гиннеса не занесена, нет? Не знаю, спрошу Мы ушли! Счастливо! Если не берем машину, тогда обедаем в Макдональдсе Хорошо, тогда на твой день рождения идем в музей Тогда я целый год не мою посуду И не ешь мороженого Блин, ну давай хотя бы пиццу закажем Саня, я что раз услышу слово «блин»? Ладно, я понял, тебя не приспоришь Мам, мы, кажется, опаздываем Или нет? Мне кажется, я кое-что забыла Ты езжай, я сейчас Милый, я сегодня буду поздно Мне нужно по магазинам прошвырнуться Всякие там пляжные причиндалы купить Надеюсь, ты про море не забыл? Не забыл Но, честно говоря, я не очень понимаю Почему нельзя подождать И поехать отдыхать вместе Я разгребусь через месяц А ты мне уже два года обещаешь Разгрестись через месяц Мне еще сколько ждать, а? Ну, а если ты вдруг ревновала, то напоминаю Что я еду не одна Я еду со своей подругой Кариной Ее мужем и дочкой И если честно, я не понимаю Почему нельзя отложить там всякие свои фьючерсы Взять твою дочь и отдохнуть с семьями Тем более, что я так хочу найти со Светой общий язык Все Все, давай закроем эту тему Потому что я уже устала бежаться А покорми, пожалуйста, Леонарди Как корм в холодильнике Ух ты ж Владусь, ну ты вообще напугал А что? Хочешь, чтоб Кондратья меня охватил? А что случилось? А там машина твоя мешает Просили переставить Кто попросил? Женщина какая-то Ева, ну хорошо Не понял А что ты не понял? А, просто котенок попросил переставить машину к ее дому Я и подумала, чего тебе сюда туда мотаться Ты понял теперь, тегленок? Ладусь, подожди, я могу все объяснить Ты мне полгода назад уже все объяснял А теперь пошел вон Лада Мам, а ты что, папу из дома выгнала? Еще раз назовешь этого козла папой Та-дам! Та-дам! Сузанна Мораму Боря, пократи, у нас люди смотрят, ну пократи Ну что такого, дорогая моя Верунечка, ну я соскучился Я целую неделю без твоих прекрасных глаз Так, глаза поднял и быстро в машину Бабене? Бабене, сеньора, примаверна, велиссимо мане Боря, пократи Ну что такое, ну я соскучился, ну правда Я прекрасна тебя, понимаю, Боречка? У тебя будет две недели Что? У тебя будет две недели, Боря А у тебя что, получилось? Конечно, завтра я иду со своей мифической подругой Кариночкой И ее мужем и ребенком В Крым на две недели Та-дам! Две недели? В Крым? Да Ты сделала это, у тебя получилось Умничка моя котлеточка Слушай, ну это же прекрасно Скажи, а что, почему в Крым? У мужа дела плохи, да? Сплюнь, ну тебя Я не хочу, чтобы нас кто-то увидел, и все Да черт с ним, в Крым так в Крым Да Какая разница, где нам с тобой из постели не вылезать, да? Ой Убери руки, Карина Какая ж ты все-таки не фоманка Ладно, мам, ну перестань Пусть по слезам не верю Жизнь вообще Сорок лет только начинается Тебе всего-то восемь лет потерпеть осталось Спасибо, сынок Утешил Опять опоздали Нет, нет, я один Как теперь, в поликлинику отпрашиваться будем? Хорошо Я же сказал, я обязательно заберу Так, я тебя наберу попозже Слушай, Калинин, ты часы имеешь? Ты совесть имеешь? Нет, и только меня Скажи спасибо, тут дети Рустамчик, прости, но мы же совсем на чуть-чуть опоздаем Слушай, а хочешь, я тебе зарплату чуть-чуть отрежу, а? Если ты еще один раз уволю, опоздаешь Еще один раз опоздаешь, уволю, поняла? Поняла Каждый день Помню Совсем совести нет, совсем Рустамчик, прости, я тебя спросить хотела Что ты же, ты что, не видишь? Я уже ушел Что ты хотела спросить? Нет, нет, ничего Что? Все, я пошел А ты когда вернешься? Работать надо, а ты уже соскучился Нет, это нравится Когда вернусь, когда вернусь Нет, не посмотрите, а Работать надо Что, отпрашиваться не будем? Да он бы все равно не отпустил Просто закроем магазин и уйдем? Цветы утром все равно никто не покупает Ждем 10 минут и уходим Понятно Копись-ка, сеньора, я совсем не говорю по-русски Боречка, ну отвлекись, ну расскажи, ну как съездил Да лучше бы я не ездил Носух нет нигде Все есть Лемуры, удавы, крокодилы Носух нету Я по всей Европе как блоха Туда-сюда, туда-сюда, говорю Дайте две, ну пять Ну одну В зародыши дайте хотя бы Я его лично грудью вскормлю Нет А жон олигархов Тело мое изможденное На части рвут Борис Михайлович, дайте нам носух Тренд у них Носухи Кстати, Леонарду компашечка не нужна? Нет, спасибо, это ты так мужа достает Боря, прекрати Как я хочу многие эти Подожди, муж звонил О, наш муж А, да, милый Привет, дорогая, как дела? Привет, все хорошо Я вот Кариночку отвезла, еду по магазинам А что? Просто я тут долго думал по поводу нашего утреннего разговора И знаешь, наверное, ты права В чем права? В том, что я уделяю нашей семье гораздо меньше времени, чем в работе Наконец-то ты это понял В общем, я все уладил И мы сможем поехать на море вместе Ты, я и Света Алло Вер Алло, Вер, ты меня слышишь? Да, милый, просто это все как-то неожиданно А это уже точно, да? Абсолютно Я сейчас еду за Светой, и мы присоединяемся к твоему шоппингу Вы как будете в центре, позвоните Я пока наберу Кариночку Обрадую Передавай привет Ну все, пока Ну и что он сказал? Тебе привет Дурак, мы едем втроем в Крым Зачем? Сынок, ты как? Я здесь хочу Потерпи Вы, вы что? Вы как? Вы что, не видели, что мы тут Простите, но это у вас надо спросить? Вы что, не знаете, что переход там, где знак, а не там, где хочется? А вы что, не знаете, что максимальная скорость в городе это 60? А не столько, сколько хочется! Простите, вы что хотите сказать, это я виноват, что вы как курица бросились ко мне под машину? Кто? То, что вы купили такую машину, извините, не дает вам никакого права хамить женщине Простите, я не хамлю, я просто, я констатирую факт Вы констатируете факт? Что вы хам? Скажите спасибо, что у меня еще не та комплекция, а то надавала бы вам по физиономии Вот, сынок, запомни номера дяди, вырастешь, сделаешь маме приятно На день рождения? Да хоть на новый год, пошли, у нас и так сегодня куча времени на идиотов ушло С вас 15 525 рублей Что, простите? За капусту, и это еще за скидкой, как оптовику Да как это я не еду, когда я должен ехать, Вера? Боря, да успокойся ты Да что значит успокойся, я неделю тебя не видел, еще две не увижу, но это безумие, этого не может быть Да нет, Вера, ну я сойду с ума, так нельзя Боря, прекрати истерику, ты думаешь мне хочется переехать в этот Крым с своим мужем и его дочкой Светой Еще вопрос к кому из нас хуже, так давай мне корм для Леонардо и я поехал Тарас, быстро, стакан сверчков и упаковку зоофобусов, быстро Быстро Боряточкин, пойдем, я тебя пойдем, я прошу тебя Борис, пожалуйста, держи себя в руках А на мужа, Степа! Я заеду вечером попрощаюсь Мы только встретились и уже попрощаться на Веру, но этого не может быть Ну, прошу, прошу, прошу Ну, надо что-то придумать, Вера! Боря, что придумать, что? Ну, я не знаю, ну Ну, подсыпь ему в чай что-нибудь в конце концов Ты что, вредишь? Ну, я просто очень хочу поехать Ну, тогда мне не помню Борисик стал корюсик Как тебе такой, Веря? Ну, ну Или ищи жену с ребенком Какую жену, какого ребенка, Вера? Ну, что? Я еду в Крым со своей лучшей подругой Кариной, ее мужем ребенком А ты можешь быть мужем Ну, как я? Каким мужем? Ну, что-то Слушай, это же Как просто Ты у меня гибель Ты как? Ты как? Я не додумался сам А где я найду до вечера жену и ребенка? Ты своих носук как-то находишь? Подожди, Вера Разберешься я тут Притон Я прошу тебя, остались Все, звонимся Я молю тебя, останови Пока Борис Михайлович, тут корма привезли, нужно накладные подписать Это замужем? Нет А дети есть? Нет Успей Вообще ничего не успеем Еще звонил начальник налоговой по поводу на суху Меня ни для кого нет Привет Привет Светочка, дорогая моя принцесса любимая Надя, позвони Надя, спасибо Пожалуйста Нашел? Это мне так просто, как выяснилось, Верунь Удачи! Спасибо Нашел? Это мне так просто, как выяснилось, Верунь Девочки, я уехал Я позвонил всю Москву и ничего И тут меня осеняет Андрюха же у него целая чвейная фабрика Ты понимаешь? Ты говоришь, у тебя одиноких помашек у него, да? Да А чего? Ага, дорогой мальчик! Спасибо тебе огромное СМЕХ Девочки Есть ли какие юбилеи или праздники милости Спасибо Просим к нам Спасибо Есть ли у Снофи юбилей Извините Устал О, кто к нам пришел? Молчи, молчи, я сам повод угадаю Ты нашла новую перспективную работу И пришла на старую сказать все Кранты Просто, Анечка, прости Просто Саньку надо было в больницу срочно Он у него бронхет замучил Это ты меня замучил, Калинина Так, шорты и футболки я сложила А еще нашла вот это Скажи, это Вера тебе подарила? Или у тебя самого Случился приступ без вкустицы? Там на лейбле написано У кого случился приступ без вкустицы И я тебя прошу Прекрати искать Вере Одни недостатки Она хочет с тобой подружиться Сделай шаг навстречу Ладно Если я не буду подкладывать ей в чемодан тарантула Это будет считаться шагом навстречу? Безусловно, да Что уже подбросила? Ничего В глаза смотри Так, я пойду проверю Пойдем проверю Что я сказал? Значит так, да? Все, все, женщина Иди, не мешай работать Хорошо, тогда рассчитай меня за эти полмесяца Какой рассчитай? Я тебя не рассчитаю Сколько раз ты опоздала? Сколько моей крови выпила, а? Нет, все Это ты мне должна Иди То есть ты не заплатишь? Нет, ты в больнице была, а усы не прочистила Я тебе платить не буду Иди Да пошел ты Ты думаешь, я унижаться буду? Да фиг тебе Пошли, сынок Ты ж гордее какая Завтра придешь Проситься будешь Я тебя не возьму С тебя пользуй, как с баран молока Физир марта Подержи Сам ты Кержи Морда Мама, что это было? Жесточайный сынок Вырастешь? Никогда так не делай Халинина! Я знаю, где ты живешь Значит так ты хочешь со мной поехать Значит нужно было не пол Москвы объехать, а всю Борис Так ты лучше не беси меня Борис 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 До конца Держись, Карень Я всегда Ты знаешь Что-то случилось? Ой, там это вообще У этого мужа У Карениного мужа, представляешь Аппендицит Да ты что? Ну там Говорят плохо все И скорая приехала Две Говорят резать У него даже и хуже У дядьки моего Этот самый Перитонит Да, да Перитонит, представляешь А чего они хотели? Они же это Бату жрут, они же вегетарианцы Вот видать она и застряла там Вообще-то у вегетарианцев аппендицит бывает крайне редко Ну Что-то я перепутала Точно А, да Конечно Это она вегетарианка, а он нормальный Да Сто процентов И ест и пьет Ну ничего, у Кареночки все будет хорошо Ничего не поделаешь Будем отдыхать вдвоем Да Вообще-то втроем Или ты не едешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тебе говорю даже не думай А я и не думаю Куда? Вольна я Ты понимаешь, что ты сломала? Ты понимаешь, что ты разбила? Держи Тебе лечиться надо, Калинина А тебе искать, где ночевать Стоякин Вот Да найду, найду, не беспокойся Привет соседям Вечейка общества трясет по швам, да? Не спрашивай лучше Ух Ты что вообще сдурела? Ты что сделал-то? Так это что же я его был? Так это я подарила Можно было продать Ну, извини Исчезни И ты исчезни, понял, Стоякин? Навсегда Таксист Ма, так давай хоть колонку продадим Ну, раз сетеплеером не нужен Да так вам никого не нужен Кто заберет, тот заберет А что мы ее тогда в окно не выкинули? Сань, иди домой, а? О, привет Привет А что же вы ее в окошко тоже не выбросили? Еще один? Так я и говорю, дядя Борь Брысь Досматривать мультики Пока, дядя Борь Пока, Санеха Ну как ты? Лучше всех Машина чуть не сбила С работы уволена Сашка болеет Три года жизни в унитазе В общем лучший день моей жизни Жизнь бурлит? Да Сама себе завидовала? А ты как? Ну, сначала думал, что не очень А сейчас вот вижу по-божески Спасибо за поддержку А, прорвемся Умница, красавица Мать, одиночка Мечта олигарха Да, не упусти свой шанс, парамош Ну да Милый, как тебе рыба? По-моему, просто супер Угу Спасибо, Вера Это была очень вкусная Доставка из итальянского ресторана На здоровье, милая Мы с курьером старались Прости, просто у него такой возраст Ну что ты, Горюш Она у тебя вундеркинд До такого возраста еще лет пять Странно Кариша звонит Да, Кариша? Что? А Да Не то слово, как счастливо Ну давайте Пакуйте чемоданы Ну все Пока-пока Пока Горюш, ну что они едут Они едут Что впервые в истории аппендицит прошел сам? Ну, а это был не аппендицит Это гастрит Ну да, он так разыгрался и вот отдавал Странно, гастрит болит гораздо выше Как они могли перепутать? Игорюш, ну вот такие вот доктора у нас Вот так их вот там учат Че ты копаешься? Главное, что они едут И все Хотелось бы верить Игорь, ну тебе же русским языком сказали Мы едем Да никуда я не поеду Ты с ума сошел Ко мне с такими предложениями обращаться? Калинина, ну я же не прошу тебя родину продать А просто съездить со мной на море Бесплатно, на халяву Ну и пару раз назвать меня там Любимый мой, родной Все Слушай, любимый мой, родной Иди ты знаешь куда Эскорт услуги по другому адресу Какого черта ты ешь, мои сосиски? Ну я с дороги, у меня холодильник пустой, ладно Гастроном внизу, 24 часа Ну что, задеваешься что ли? Ну дай мне хоть чай-то допить Дом допьешь Калинина, ну когда ты в последний раз была на море? Ну вот вспомни В шестом классе, когда мы выиграли конкурс С делами звена дружина сильна, да? Нет, я конечно ничего против не имею Мелитополь в конце февраля чуден как никогда Ну надо как-то обновлять впечатление Ладушка, ну Сашке надо бронхит подлечить Ой, не стыдно, а? Что не стыдно? Ну что не стыдно? Вы же с Олегом ему обещали Ну он мне все рассказал, наши друзья Саш, Саша Где? А ты здесь? Привет Скажи мне, друг мой Ты хочешь завтра полететь на море? Класс! А мама, она ведь летать боится Ну значит поедем на машине, какие проблемы? Никуда мы не поедем А ты марш в постели И нечего подслушивать взрослые разговоры Давай, давай, давай! Слушай, ты видимо не совсем понимаешь Две недели В самом лучшем отеле Ялты И в самой идиотской ситуации в мире Я не буду никого из себя корчить И обманывать какого-то мужа Какой-то Вера Давай, давай Давай, давай Секундочку Это что ж получается? Я каждый месяц Можно сказать, спасаю вас от голодной смерти Ой, спасите! Единственный раз в жизни, когда я прошу мне помочь Что я взамен получаю? Нет, я конечно уйду сейчас Прямо сейчас уйду Но учти, Калинин Если я сейчас уйду Ты больше ко мне Никогда не обратишься Уходить? Уходи Я ухожу Иди Ладно, пожалуйста Ну я очень хочу поехать Промож Вот со мной эти штуки С восьмом класса не работают Ладно, ну я обещал, что ты поедешь уже Так ты умнее будешь Промож Давай, давай Живи, боже Что ты за человек такой? Я тебя по-человечески прошу Давай, давай, давай Давай, 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 ну Знаешь чего, Калинина? Чего? У тебя с твоей вот этой Детской принципиальностью Ни в сорок, ни в пятьдесят Жизнь Никогда не начнется А, все сказал? Да Да? Да Да я ж не бесплатно, Калинина Я денег заплачу Много денег Я представляю, как все будет здорово Ты своим Водным элстримом займешься Класс Кореша пускай с детьми нянчится Ты знаешь, как она любит детей А я Дней пять точно из Павла лизать не буду Скажи, пожалуйста, дорогая А то, что ты хочешь Наладить отношения со Светой Как-нибудь отразиться На программе твоего отдыха? Конечно Ну, мы сначала поссоримся Потом померимся Потом опять поссоримся В общем, не переживай за своих девочек Ой Кариша звонит Да, Карина Что значит не едете? Знаешь что, Карина? Держись Что на этот раз? Все-таки перитонит Мам А почему ты не хочешь на море? Сынок, я очень-очень хочу на море, но я не могу согласиться на то, что предлагает дядя Борь А ему не нужен один ребенок, но без жены Сань, послушай меня Есть такие вещи, на которые порядочный человек в любом возрасте не должен соглашаться, понимаешь? Никогда Сынок Звук 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 Парамош, ты Здравствуй, Калинина. Я говорю, знаю, где ты живешь. А теперь запомни, сколько ты мне должна. 70 тысяч цветы раз, 45 тысяч стеляж два и 10 тысяч моральный ущерб. А теперь спроси у этого человека, сколько ты должен заплатить ему, чтобы не сесть на два года тюрьма. А ты что? Ну, зачем? Ну, отличная композиция была. Вот человек, а. Мам, смотри, море! Мам, море! Ага, море. Калина, завязывай ты вот с этим вот это. У-ху, море, у-ху, горы. Такое ощущение, что ты не на курорт едешь, а на похороны Уга Чависовна. Я вот не понимаю, что тебе так весело. Придумали, какой-то бред с этой, Карины. Ты вообще себе представляешь, как это будет? Вот мы сейчас приедем, и что? Да ничего. Пару раз на ужин сходим, там, ну, может, на экскурсию разок. И все, дальше делаешь, что хочешь, с кем хочешь и где хочешь. Слава богу, муж, я не ревниваю. А ее муж? А ее муж объелся груш. Боря, тебе не кажется, что это подло, а? Калинина, любви все подлости покорны. Ты что, ее прямо так любишь? Безумна. А она тебе? Больше жизни. Ромео и Джульетто, Шекспир. Ну, а что мужу тогда не скажете? Слушай, Калинина, всему свое время. Алена, вы где? Ну, слава богу, а то я думала, твоя чокнутая соседка опять что-то выкинула, и вы едете обратно. Верусик, прости, пожалуйста, я сейчас громкую связь отключу. Боря, нормально, ты что не сказал, что ты по громкой связи разговариваешь? Я могу сказать только одно, что я безумно соскучился. Зай, ну давай приезжай уже быстрее. И? Не здорово. Мы вас встретим, семейный ужин только в семь, поэтому у нас будет целых четыре часа. Ну, ты хоть немножечко соскучилась. Боря, пока. Так, докладываю. Приезжаем, нас встречают, заселяемся, и званый ужин ровно в семь. Ты что, с ума сошел? Ну, что тебе опять не нравится, Калинина? А как ты себе это представляешь? Ну, как я себе представляю? Ну, сели, выпили, поговорили, как интеллигентные люди. Только о чем, Боря? Ну, как о чем? Ну, ты же историк, ну, тебе поговорить, что ли, не о чем? Общение, Калинина, общение. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Оп! А как я отвечу на вопрос, Боря, где мы познакомились? Ну, как подружились? Где мы вместе бываем? Ходим мы в один фитнес-клуб? Или в разные? Или вообще не ходим? Или я хожу, а Верочка нет? Или у нас есть традиция, Боря, по пятницам есть пиццу в Марио? А может быть, не по пятницам, а по средам? И когда, наконец, починят лифт в моем доме, которым Верочка постоянно застревает? Или она не лепила такую отмазу, когда у тебя задерживалась? Такого общения ты хочешь? Ну, все, 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 я понял. Хорош, хватит, все. Верочка, ты соскучилась, я соскучилась. Верусик, у нас тут возникла маленькая проблемка. Мы про Карину, кроме того, что она твоя подруга, так толком ничего и не знаем. В смысле? Ну, еще она твоя жена. Ребята, вы что, сами себе семейную жизнь придумать не можете? Это понятно, но она твоя лучшая подруга, а ты ее ни разу в жизни не видела. Ну, приедемте, познакомимся, какие проблемы будут? Вера, ты не понимаешь, мы сейчас приедем, а твой муж возьмет и спросит, а где вы познакомились, где подружились, в какой фитнес-клуб ходите или не ходите? Игорь, ты нормальный вообще? Я по телефону разговаривалась. Карина, что, подъезжают уже? Да, в смысле нет, ну, да, Карина, нет, не подъезжают. И что, на этот раз? Подагра? Да нет, заблудились где-то под Сиферополем. Нет, он дураки дураками, а? Ни карты, ни навигатора. Да, серьезно, давай помогу. Алло, Карина, здравствуйте. Муж Веры, Карина спрашивает, ответь что-нибудь. Алло, Карина. Алло, Карина. Алло. Здрасте, Карина, это Игорь, муж Веры. Ну что, где вы там заблудились? Дайте какой-нибудь ориентир. А мы заблудились? Да. Да, все, мы заблудились? От спрашивает, заблудились мы или нет? Да, да, мы заблудились, скажи честно. Да, мы заблудились, вот. Ну, мы заблудились, но... Я сейчас дам лучше трубку моему мужу, Борису, он объяснит. Игорь, теперь... Это Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис, муж Карины. А это Игорь, муж Веры. Так куда вы там заехали? А, вы знаете, мы уже въехали, и просто девочки не так поняли, поэтому мы скоро будем... А, понятно. Они скоро будут, это вы что-то не поняли. Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис. А это Вера, подруга Карины. Вы не могли бы мне ее дать, мы не доболтали. Спасибо. Одну минуточку. Вера, твоя подруга. Кто? Алло, Вера, это чокнутая соседка. Вы со мной хотели поговорить? Или все-таки с Борисом? С Борисом? Это Вера, твоя любовница. Да, Верочек, слушаю тебя. Боря, ты что тупишь? Нафига мне твоя соседка? Я с тобой хотела поговорить. Слушай, я думал, ты ей хотела про Карину рассказать. Ага, приму же ей по телефону. Ты думаешь, нафига я наплела, что вы заблудились? Ага, а я не урубился сразу-то. Дорога вымотала, ты понимаешь? Так, короче, приезжайте, я жду вас на ресепшене. Слушаюсь, моя белая госпожа. Они будут часа через два, через три. Можете спокойно еще полчасика покататься на банане. Так, ребят, вообще-то Карин с ребенком приезжает, у нас подарка нет. Ну, нехорошо как-то. Давайте, езжайте в город и купите куклу. А я на массаж. Все, пока. Будьте, мой слеткин. Деловая колбаса. Свет. Ну, я в хорошем смысле этого слова. За мной. Ты понимаешь, чего ты чуть не отказалась? Светлана, откройся. Ну, что, Калина, элитополь померк? Да. Почему же здесь номера? Твой обморок в программу мероприятия не входит. За мной. Добрый день. Здравствуйте. У нас должна быть бронь на фамилию Парамонов. Одну секунду. Слушай, ты нормальный человек, что ты делаешь? Извините. Апартаменты. Все верно? Да. Ваши паспорта, пожалуйста. И ладно, паспорт давай. Ну, здравствуйте. О, Мерунчик. Такой тебе нафиг Мерунчик. Мы даже не знакомы. Это она? Да. Гариша, дорогая. Здравствуй. Боже мой, а это твой муж, да? Какой симпатичный человек. Ну, пойдемте, расскажите, как доехали. Пойдемте. Ну, как дела, солнышко? Все хорошо, да? Море, и вот так вот, по-твоему, выглядит элитно-астролог, да? Я астролог? Она астролог? Кто? Астролог? Карина, вип-астролог. У нее клиентура по всей Европе. Я же тебе говорила. А когда ты мне говорила? Вы что-то меня втянули, правильно? Затучись. А кто такая Карина? Саша. Я понимаю, что у тебя склероз. Я понимаю. Ну, я-то тут при чем, а? Слушайте, ребята, давайте закруглимся, пока не поздно. Ну, какой из меня к черту астролог? Ну, еще и вип. Ну, нет, ну, вип-то так, конечно, не очень. Может, она просто астролог? Я уже сказала мужу, что она элитный астролог, прилетела из Рима. Боя. Нет, нет, это я прилетел из Рима, Верунчик. Это ты и есть Карина, идиот. Дядь Борь, так это ты, Карина. Саша, подожди ты. Я в шоке. Быстро. Доброе утро. Доброе. Я такси заказал. Уже ждет. О, благодарю. Так что мы ей подарили? Так я думал, ты придумаешь. А почему я должна? А что это сейчас было, а? Это был мой муж с дочкой. Чего не так рано? Я же ему сказала на банане поплавать. Дядь Боря, я тоже хочу на банане поплавать. Саша, не на банану сейчас, но надо сделать что-нибудь. Ну, дядь, нормальный. А что я сделаю? Какой дядь Боря? Какая Лада? У нас до ужина 4 часа. Вы хотите прямо там спалиться? Можно вас на секунду? Да. Так, давайте заселять и репетировать, чтобы никаких дядь Боря и Лада. Ясно? Поняли? Угу. Все поняли? Угу. Так, я займусь подругой. Мам, мам, ты куда? Побудь с дядей, папой. Угу. Боря, дай кредитку. А зачем? В зубах ковыряться, давай. Мы все пойдем. Добро пожаловать в Пальмиру Палас. Надеюсь, ваш отдых будет незабываем. Здрасте. 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 Ваш номер 652. Так, нам маникюр, педикюр, стрижку, укладку, пилинг и все остальное. Хорошо. Ты меня прости, я зачухнути соседку. Я иногда ляпаю, не глядя. Я поняла. Карточку, пожалуйста. Заходи. Вау. Ну? Варик, нравится? Класс. Прыгай, давай. Значит так, Санек, слушай меня очень внимательно. С сегодняшнего дня и до самого отъезда мы делаем вид, что мы семья. То есть ты называешь меня не дядя Боря, а папа. Договорились? А почему мы будем делать вид, что мы семья? Ну, как для чего? Ну, потому что так надо. А для чего надо? Потому что нас не выселили. Понимаешь, это очень семейный отель. Здесь жесткие правила, понимаешь? Вам приходится выкручиваться. А почему я буду называть тебя папой? Саша, послушай, у тебя совесть есть вообще в конце концов? Ну, почему ты называл меня папой, когда нас с Калининой вызывали директору твоей школы? Ну, потому что ей неудобно, что я расту без отца. Ну, вот, а мне неудобно, что я расту без семьи. Мне 36 лет, ни дома, ни детей. Ну, мне перед друзьями стыдно, понимаешь? А почему ты назвал маму Кариной? Ну, потому что я должен был поехать со своей одной знакомой Кариной, а она в самый последний момент отказалась. А я всем своим друзьям уже сказал, что мою жену зовут Карина. Да, ясно, забрался. Ну, типа того. А почему? Да по качану! Хватит давать лишние вопросы, Саша. Просто называй меня папой. Все, понял? Планшет. Не понял. Ты очень крутой астролог. У тебя офис на чистых прудах, клиентур за рубежом. Ты предсказала отставку Сердюкову, падение метеорита в Челябинске и рождение дочки Кутеркурова. Ты серьезно сейчас говоришь? Я уже наплела это мужу, придется придерживаться легенды. Понятно. Что ты еще наплела в мужу? Теперь я жила в Тибете, гуруб йоги, викторианка, сыроед муж. Это все? Умный, образованный, знаешь сам языков. Теперь все. Мне их как, к ужину выучить? Я, может, вообще мастер спорта по легкой атлетике и разговариваю на языке дельфинов. О, про дельфинов я, по-моему, говорила. Хотя фигня скажу, перепута. Закрепим. А я говорю, планшет. Саша, ты что, опух, что ли? Какой планшет? У тебя совесть есть вообще? Есть. Нет, интересное кино, получается. Приехал на море за мой счет и еще шантажирует меня. А вообще ты совесть, дядь Борь. Если есть возможность рубить бабла, то надо рубить по полу. Да какая же сволочь тебе сказал. Ты? Забыл, что ли? Ага. Ну ладно, ну допустим, но планшет, Саша, это дорого, это очень дорого. Тут работы максимум велосипед. Пускай тебя официанты за велосипед папой называют. А мне нужен планшет. Ладно, если все пойдет нормально, будет тебе планшет. Дома, на Новый год. Здесь и сейчас. И на Новый год велик. Не наглей. Мы познакомились полгода назад на фитнесе. Вместе ходили на латину. Когда у меня сломалась машина, ты два раза подвозил меня домой. Потом мы встретились на шопинге, провели там целый день. Подружились. Ты это все только что придумала? Это реальное знакомство с Борисом. Борисик ходил на латину? Это сильно. Да он там бабка леял. Значит так, мы с Борисом встречаем... Мы с тобой встречаемся два-три раза в неделю. Часто созваниваемся. Ага. А иногда ты имеешь наглое звонить мне по ночам. Ну так как часто бываешь в Европе и забываешь о разнице во времени. Понятно. Я тебе нибудь еще и пьяная звоню. По ночам, да. Так. У тебя есть собака Чао-Чао, которая один раз укусила меня за зад. У Бори нет собаки Чао-Чао. Есть. Парамонов-Парамонов. Значит так. Велик на Новый год согласен, а сейчас радиоуправляемый вертолет. Планшет. Футбольную форму Барселона, фирменную из Испании. Планшет. Ладно, не хочешь как хочешь, но только сейчас. Ручки, я звоню твоей матери и рассказываю ей, как ты меня здесь штантажируешь. Давай хотя бы плыть еще четвертый. Третий. И десять из кого. Пять. Ну, мы же вместе гонять будем, блин. Пап. Папулеч. Ладно, будет тебе Плейстейшн третий. Заметано. Кстати, молодец, сынок. Хорошо торговался. Твоя школа. Хотя честно, я бы на планшет согласился. А я бы на вертолет. Так, сыроед, тибет, астролог. Ну что, на первое время должно хватить, просто у твоего мужа закончились деньги. Кстати, о мужем. Я с ним лично не знакома. Знаю, что у вас идеальный брак. У вас девочка мечтает о мальчике. У нас мальчик. Ну, значит, у вас мальчик мечтает о тебе девочке. Как мальчик? Подожди, я, по-моему, уже сказала, что у вас девочка. Ничего, сказал, что я перепутала. Ага, да. А кто у тебя муж? Банкир, струдоголик. Крови, как о деньгах, больше вообще ни о чем не думай. Ну, это неплохо. Ты давай это заканчивай, я тоже пойду мрафит наводить. А, кстати. Как тебе? Вот это мне больше всего понравилось. Это я себе купила. Давно твой муж мне подарков не делал. Давай, милый, увидимся. Папа, где наша мама? Или она пока все твои деньги не потратить не вернется? Я сам терзаюсь этим вопросом. Ты выбрал что-нибудь? Да, я буду лобстеров, трюфельном соусе с миксом белой и зеленой спаржи. Я сам тебе его беру. Привет. Мать моя и сатырька. Слушай, ну тебя не узнать вообще. Да что ты, дорогой, я просто реснички подкрасила. Мама, ты похожа на Маргариту Алексеевну. Спасибо, сынок, за комплимент. А кто такая Маргарита Алексеевна? Это психолог из нашей школы. Она секси. Слушай, Калинина, ты выглядишь просто перфектно. Ой, Боря. Много потратили? Твой обморок в программу мероприятий не входит. Ну, где наши рокфеллеры? Или мы как, одни ужины? Нет, не одни. Ну, мы просто раньше пришли. Сейчас они придут спокойно. Я в туалет хочу. Ты раньше мог мне об этом сказать, Саша? Папуля. Папуля, молодец. За папулю хвалю. Пойдем, я тебя отведу, сынуля. Пошли. Папуля. Папуля, я одна не останусь, я с вами. Нет, нет. Ты послушала, куда мы сейчас идем, Калинина? Спокойно возвращайся за стол. Что-нибудь заказываем. Лобстера не заказывай. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы? Здравствуйте. Нет, я не понимаю, как вообще такое могло случиться? Или вы меня преследуете? Вы ненормальны? С какой-то статьей я вас буду преследовать. Кто вы такой? Интересно знать. Так, ладно. Кажется, я догадываюсь, к чему идет наша милая беседа. Поэтому давайте остановимся на этом. Да, кстати, извините, вам придется пересесть. Почему? Этот столик заказан. Я тут ужинаю с друзьями и семьей. У вас есть и то, и другое. Это удивительно при ваших-то манерах. Но этот столик заказан. Здесь ужинаю я. С моим мужем и моими друзьями. А у вас есть муж. Представьте себе. Неожиданно. Да вот так вот. Я-то был уверен, что с такой, как вы, ни один нормальный человек не выживет. А вот и мы, дорогая. У тебя все в порядке? Нет, дорогой. Вот этот мужчина говорит, что столик заказан. И нам говорят пересесть, представляешь? Спасибо. Это ума. Ариночка, дорогая. Тетечка, садись. Ну, наконец-то, приехала. Ой, моя парень. Ты любила. Ой, моя парень. Ты прекрасно выглядишь. Я смотрела, вы уже познакомились. Ну, как тебе, мой Игорюша, а? Борис, очень приятно. Игорь, очень приятно. У меня нет слов. Борис, приятно. Да, я Борис. Здравствуйте. А вы, должно быть, Вера, да? Очень приятно. Мне, Карина, столько о вас рассказывает. Это все. Хорошего и разного. Очень, Игорь. Очень. Игорь. Привет, я Света. Саша. А почему ты не девочка? Сложный вопрос. Вер, ты же говорила, что у тети Карины девочка. А, это же я опять напутала, да? У меня Кариша говорит, Сашенька, ну, я и подумала, что девочка. А Сашенька, ты оказалась... Мальчик. А мальчик? А я просто все время девочку хотел. Ну, прости, тогда это тебе. Кукла, Саша, я играть буду. Подарок с юмором. С юмором. А что же мы стоим? Может быть, выпьем? Играть в виде. Шампанского. Друзья, знаете что, давайте-ка лучше выпьем за наше знакомство. Я думаю, что отдых у нас будет незабываемый, да? Я не могу, Мальчик. Я не могу. Я не могу. Хорошо. Хорошо, пришли, я перед сном посмотрю. Давай, пока. Все. Хорошо. Спасибо. Игорюш, ну, может, хватит работать? Ну, не обанкротится. Твой банк за неделю. Ой, я точно такой же. Я вот сейчас с семьей на отдыхе здесь, да? А на самом деле мозгами там, в магазине своем. Одна радость, жена астролог. Теста Карина, вы умеете делать натальные карты? Светочка, ну я же астролог. Я со звездами работаю, а натальные карты, это кому? Гадалка. Если я правильно понимаю, Света имела в виду гороскоп по дню рождения. Он ведь так называется, да, Свет? Натальная карта? А, ты про эти карты? Ну, я не поняла просто сразу. Да вот не поняла. А вот Света поняла. Молодежь не проведешь, все. Нет, если я долго делать, то не надо. Можно хотя бы транзит или соляр составить. Светочка, ты знаешь, вообще-то теть Карина приехала отдыхать от всяких гороскопов и карт. Да. Не нужно ее мозг засорять всякими соляриями. Да, Светлана. У современных астрологов, знаешь, у них каждая звездочка на счету. О, так, солнце мое, что-то ты это, пустая тарелочку тебе, давайте, вкусняшки положил. Ты же любишь? Не-не-не-не. Ну, давай, давай, смотри, это невозможно. Ой, мяско свежее, о. Все время худеет, вы знаете. Скажите, а вы в отпуске тоже от вегетарианства отдыхаете? А, кто, кто вегетарианец этот? Ну, ты же говорила, что Карина убежден и травоеда. Или это растительный люля-кебаб? Почему же растительный? Самый, что ни на есть, натуральный. Только не мой. На, сынок, ешь. Майя, не хочу. Не стесняйся. Вот. Вы бы лучше такой внимательны на дороге были, а не за столом. Если мне не изменяет память, вы сами мне под колеса бросились. А вам изменяет не только память, но и зрение, иначе бы вы нас заметили. Я понимаю, вы что, знакомы, что так разговариваете? Если попытка убийства считается за знакомство, то, наверное, да. Простите, а можно как-то подробнее, а то мы и не в курсе? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Не далее, как вчера, когда ты ездила за Кариной, Варя... Так, стоп. А как ты могла ее встречать, если она в этот момент встретилась с моей машиной? Я же тебе говорила. Карина просто раньше прилетела, то есть позже. Ну ты вечно ничего не помнишь. Игорь, я точно такой же. Я Карину слушаю через раз. Посему тост. Так, друзья, значит, муж и жена, это же в оберега. Между ними пропасть. Выпьем же за мост, который соединяет за кредитную карточку. Мари, филос, прекрасно, что с вами умора? Спасибо. Дядь Борь, мне тоже соку налейте, я тоже чокнуться хочу. Дядь Борь? В продолжении тоста. Вот этот малолетний вымогатель требует у меня игровую приставку. Игровую требует. Есть такое дело. Купишь, папа, не купишь чужой дядя, да ладно? Какая Лада? Я говорю, ладно. Ладно, куплю я ему эту игровую приставку. Слушайте, что-то опустело у нас здесь, официант? Момент, сейчас. Ой, друзья мои, какие планы на завтра? Сразу предупреждаю. Кариночка, я забираю, у нас сплетень накопилось, да? Не на один день. Надеюсь, мое присутствие не обязательно? Нет, ты точно будешь лишним. Ты там нечаянно свои всякие дайвинги, серфинги, как они там у тебя называются? С радостью. Я могу и Борю с собой взять. Ему ведь с вами не очень интересно будет. Это, я думаю, навряд ли. Ты знаешь, Борис вообще не по этим всяким делам. Ну... Мне Карина рассказывала. Да. Да. Не по этим. Ну, мы его чем-то займем. Ты не переживай. Это не по каким я там делам. Да вот я хотел вас завтра на аквабайке пригласить. А женщины говорят, вы не любитель подобных развлечений. Во-первых, Игорь, не вы, а ты. Во-вторых, не любитель, да, а профессионал. Да что вы говорите? Борис, а вы что, нас покидаете? Вера Павловна, почему я... Нет, нет, подождите. Вы сами сказали, мы будем вам только мешать. Тост! Чтобы никто никогда никому не мешал. Игорь, я на аквабайке вытворяю такие пируэты. А лыжи? Водные? Да. Мастер спорта. Борис. Ну, Игорь. Борис, что вы говорите? Да, конечно, смотря сколько выпьет. Но мы же здесь собрались не выпивать, а, так сказать, для того, чтобы по чуть-чуть и за знакомство. Водный экстрим я обожаю... Оп! Утром, ягарь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ЛАЙ СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Спать, спать, спать... Ну что, трогай, дверь открыть. Доброе утро. Я, наверное, вас разбудил. Удивительное, проницательнее, 7 утра. Вы специально пришли в такую рань, чтобы об этом спросить. Нет, что вы, я пришел за порцию утреннего сарказма, а заодно разбудить вашего мужа. Какой остроумный у моего мужа будильник. Борюсь, тут к тебе друзья пришли. Мой спортсмен говорит, что ждет вас уже полчаса. Я не знаю вообще, где вас черти носят. Можете сами спросить. Борь. Борь, ты идешь? Куда? Приятного аппетита. Взаимно. Сань, что надо сказать тете Вере? Взаимно. Мне спасибо. Взаимно говорят взрослые. Вера, какую одежду ты предпочитаешь? А светлую, а темную, а теплую? Светлую. Как вам погода сегодня? Бывает, отлично. Сейчас кто-то доковыряет свои блинчики, мы пойдем угнемся. А почему только огнемся? Если идти, так до обеда. А какие машины ты больше любишь? А седаны, кабриолеты, джипы? Кабриолеты. А может быть, вы Светочку возьмете с собой? Да не вопрос. Замечательно. А то наш папка бросил ребенка и свалил. А я хоть там в спа, на массаж схожу. Отдохну, может быть. А ваш папка что, дрыхнет еще? Не, он с вашим уехал. Как уехал? С трудом. Но тяга к спорту, она сильнее головной боли и важнее любимой женщины. А какие мужчины тебе больше нравятся? А веселые, баромантичные, вы рассудительные. Не тупые. Ну что, готов? Сигна! Поехали! Как я здесь оказался? Ну, Боря. Ну, Борюсик. Тетя Карина, а змеи держатся, ты все-таки знаешь, Зодиака или нет? Кто? Змеи держатся. Ой, смотри, Сашка на горку полез, прокатись с ним. Давай, садись, давай. Я с ним бегу сейчас. Гострит. Змеи держатся. Почему грустит такая фея? Вы здесь одна? Нет, не одна. Я здесь мужем и любовником. Да, смешно. Нет, два слова. Тетя Карина, а какая планета покровительствует газирогу? Ну как, классно! О, нормально, все, вот! Ну ты как? Замечательно! Обсохнуть не хочешь? С удовольствием! Поехали! Летчик, блин. Проснулись? Наконец-то! Тетя Карина, а кто вы по гороскопу? Дева. О, как и я, а ты, Вера. Лев. И его вам лучше не будить. Тогда вам двоим вопрос. Тест номер 69 на совместивательных характерах. Попадем, покупаем. Вопрос первый. Ой, Светочка, извини, я сейчас. Светочка, ты иди поплавай, а нам с тетей Кариной надо экскурсии купить. Я подожду. Блин, достала, а. Всяк папашку своего как заладит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу не остановить. Ой, интересно, есть экскурсия на разу ветров? Ты что, действительно на экскурсии собралась? Ну, конечно, а тебе неинтересно или водительский дворец посмотреть, или Олубкинский? Я что, к лучшему какая-то? По развалинам ползать? Мне здесь есть на что посмотреть. И что показать? Мальчики, а-а-а! Курорт Пальмиро-Палас приглашает своих маленьких гостей в уютную детскую комнату. Аптека у нас в правом криве. Спасибо. Что, так заметно, что ли? Я же тебе говорил, умажься, а ты, я не сгораю, я не сгораю. Ой, я не сгораю. Ой, для меня это нормально. До вечера. До вечера. Все, за ужином мы едем сюда. Спасибо. Сань, только играй здесь, на площадке, чтобы я тебя из окна видела. О-о-о, божь, крестнокожих вернулся. Отстань ты, а. Маленько. Отстань. Ну что, жертва огненной воды скальп облазит? Ну слушай, Калинина, пожалуйста, у меня сейчас на спину в сметанке, а не ядут моего. Может, скорую вызвать, а? А что мы им скажем, Борюсь, что ты на торпеде подорвался или из горящего аквабайка выбрался? Да уйди ты! Как ты думаешь, мне его сначала задушить, а потом зарезать? Или наоборот? Ой, Вер, не утруждайся, он уже сам себя наказал. Верончик, я умираю, помоги мне. Ты мне только перед смертью скажи, ты кого сюда приехала развлекать, а? Меня или мужа? Ой, у тебя крем есть? Ой, бедненький мой, а может и массажик, а? Или горчичники? Слушай, Вер, ну я не думал, что ты... Да, Барамонов, думать вообще не твой коньок. Давай-давай, креветка, становись омаром. Огорь, молок. Ого! Это вам еще повезло, что я не ревнивый. Смешно, да? Смешно, Игорь? А ты человека не угробил. А что, астрологам пачкать руки кремом звезды не велят? Ваша семья моего Бориса Михайловича в негодность привела, а вам и ремонтировать. Так я за этим и пришел. Ну, вот таблетки внутрь, мазь наружу и завтра хоть снова на лыжи. Вы вообще сюда приехали, а? С детьми отдыхать, с женами? Или экстримами всякими заниматься? А что тут еще делать? Да что угодно. Можно на экскурсии съездить. Вот, конечно. Там всякие замки посмотреть, ласточное гнездо. Нет, если тебе это действительно интересно... Конечно. А ты что думал, Игорь? Я приехала на пляже валяться? Мы даже уже и билеты купили с Кариной. Да, Кариш? Все. Так что я ничего не хочу слышать. Поправляйте, пожалуйста, Борис Михайлович. Спасибо, Вера. Я, к сожалению, не знаю, как вас по отчеству. Я посмотрела. Парамош, ты береги себя. А то я еще не успела с женой побыть. А ты меня чуть давло уже не сделала. Спасибо. Я на ужин, дорогой. Вера, можно тебя на минуточку? Ой, замечательно. Кариш, дорогая. Я не знаю, что со мной происходит. Как будто мне с той ноги встало. Значит, ноготь сломала, каблук сломала, да еще и духи разбила. Ты не знаешь, что у меня сегодня по гороскопу. Сатурн в доме Коха. Кромче. Сатурн в доме Коха. Да подожди ты. Господи. Игорь, ну я не могу так. Я просто сок хотела попить. Кариночка, а что у меня там с Луной, а? Луна в третьей четверти. Игорь, ты слышал? Послушайте, а это нельзя как-нибудь по дороге обсудить? Мы на экскурсию опаздываем. Ты с ума сошел, Игорь? Какая экскурсия? Ты что, думаешь, я там по горам буду лазить или на канатной дороге висеть? Карин, ну объясни ему. Да, да, нельзя ехать, нельзя, да. Послушайте, не ехать из-за того, что Сатурн куда-то кому-то не тем боком повернулся, это, по-моему, смешно. Нет, ну, конечно, если ты очень настаиваешь, я могу поехать ради тебя? Нет, нет, оставайся, если тебе это так важно. Только, по-моему, это все равно бред. И я не понимаю, как в это может верить нормальный человек? Можестик, мадам, вы были прекрасны в своем прорицании. Море. Скажи, Калинина, слушай, а ты там, случайно, глаза вот так не закатывала, когда вещала? Иди ты в баню, Парамонов. Спасибо, дорогая, но на сегодня у меня совсем другие планы. Вот, Светлана Игоревна, будешь забивать себе голову всякими гороскопами, станешь как Вера. Да и дай бог, слава богу, что она в номере осталась. Если бы с нами поехала, и не только приятный день был бы у меня. Здрасте. Здрасте. Привет. А где ваш отец, семейство? А, он отстал немного, а вот, идет уже. Солнечные ванны, различные массажи. Ожидают вас, слышим, спасавшиеся. О, ты как? Я нормально. Надо будет что-нибудь по дороге обезболивающее купить, и я температуру что-нибудь. Все, поехали. Нет, старик, ты совсем расклеился. Может, не поедешь? Да что вы сговорились, что ли, сегодня все? Карина, мне утро, может, и не поедешь. Теперь ты, вот, может, и не поедешь. Может, и не поеду, Игорь. Ну, как я не поеду, если я Сашке обещал? Саш, может, отпустишь папу, а? Да, конечно, оставайся папой. Ой, спасибо тебе, сыночек. А то, что ты хотел приставку купить, так ты просто маме денег дай, мы сами купим. Ты понимаешь, какое дело, Саш? Я деньги-то в номере оставил. Давай-ка в другой раз. Да не вопрос, я сам куплю, потом отдашь. Спасибо. Ты иди, отдыхай, поправляйся, а помощь будет нужна. Ты, Вере, позвони. Зачем же я буду лишний раз беспокоить Веру Павловну? Звони, не стесняйся. Счастливо! Ты где? Ах, ты за чудак мой. Ну так бы и съебать рапсюм. После вчерашнего козлик, я не знаю, как ты будешь сменяться, чтобы мне остаться голодным. Здравствуйте, мои дорогие. У нас с вами сегодня очень отыщенный день. Нашу экскурсию мы с вами начнем с главной замечательности Крыма. Это замка Ласточкино гнездо. Блин, зачем вообще туда ехать, если его изогнать? Сань, не ну. Вот-вот, ведешь себя как типичный телец. Ты, случайно, не в мае родился? 15-го. Я же говорила, телец. На себя посмотрю. А я уже посмотрела. Я дева, и мы, кстати, с тобой, совершенно несовместимы. А вот с папой совместимость идеальная. Он у меня козерог. Правда, папа? Я не знаю, наверное. Козерог, козерог. Причем редкостный. Уж поверьте опытному астрологу. Ну, наконец-то. Добрый день. Вам просили передать. Простите, кажется, это вы самая красивая девушка на земле, которую я должен узнать с первого взгляда и запомнить на всю жизнь. Прошу. Ласточкино гнездо – это великолепный памятник архитектуры, построенный в 1912 году. Об этом замке есть невероятная легенда. Что, какая-нибудь красавица от несчастной любви бросила здесь со скалы? Совершенно верно. Вероятно, девушка не первый раз на нашей экскурсии? Да нет, просто если скала и море, было бы глупо, если кто-то здесь отравился. Очень смешно. Товарищи, следуйте за мной. А сейчас мы зайдем внутрь, где вы более подробную информацию знаете. Свет. Какая потрясающая логика, особенно для блондинки. Неожиданно. Какая выпищенная тактичность для банкира. Ожидаемая. И, кстати, по поводу логики. Просто нужно немножко чаще выбираться из офиса. Это стандартная легенда любого замка. Ну, что же так долго? Баронесс. Этот замок и свое сердце я бросаю к вашим ногам. Боже мой, барон, зачем было так тратиться? Ну, тогда я дарю вам это море, небо. Забирайте. Вы меня недооцениваете. Боже мой, баронесс. Була маньяна. Боря, боже мой, это тратшер. Внимание, друзья мои. Сейчас у вас есть полчаса свободного времени. Поэтому, если вдруг у вас возникнут вопросы по истории замка, прошу обращаться к девушке с двумя детьми. Спасибо. Пожалуйста. А вам не кажется, что перебивать рассказчика это просто неприлично? Экскурсовод, между прочим, обиделась. Я не перебивала, я поправила. Четыре раза? То, что она барона Штенгеля повысила до графа, на это я еще закрыла глаза. Но Александр Третий никак не мог ночевать в этом замке. К моменту постройки он уже вообще лет двадцать какого. Просто к профессии нужно относиться, я считаю, ответственной. Ну, не важно, кто ты. Экскурсовод, банкир или... Астролог? Да, астролог. Мам, а можно в бинокли посмотреть? Или это дорого? Почему же дорого? Ну, потому что ты всегда говоришь, что дорого-дорого. Я не знал, что астрологи так мало зарабатывают. Я думал, они вообще ничего не зарабатывают. Я, конечно, понимаю, что считать деньги у банкиров в крови. Просто мы астрологи. Детей не балуем. А мы, банкиры, балуем. Вот так. Санек, держи. Класс, спасибо. Света, пойдем? Пойдем. Боречка, мы будем считать, что ты прощет. Буря, когда я говорила об извинении, я думала, что ты придешь ко мне в номер с шоколадным батончиком. И этого было бы вполне достаточно, поверь мне. Боречка, тебе не кажется, что мы не теряем время? Дорогая, у меня все под контролем. Экскурсия заканчивается в 20.00. У нас полно времени. Ух ты, Орел! Мам, глянь, как классно. Ну, давай. Ого! Ё-моё! Вот идиоты! Кто идиоты? Позвольте полюбопытствовать. Нет. А почему, вам что, жалко? Жалко? Нет, мне вообще не жалко. Просто я сама не досмотрела. Извините, пожалуйста. Нет, ну, мне просто любопытно, что вы там такого могли увидеть? Кого называете идиотами? Бакланов. Я, может, таких глупых Бакланов сто лет не видела. Улетели уже. Пальмира, по вас, дорогие мои. Собираемся, собираемся. Переезжаем на Эфиатри. Папа, пошли! Ну, Парамонов. Руки. Руки. Я на лице, ты по лестнице расходимся. Спасибо, Борис Михайлович, что проводили. Добрый день. Добрый день. До вечера. До вечера. Комой этаж? Шестой. Открывай. Сейчас. Да не получается. Возьмите уже, Вера. Что, размагнитился? А вот говорят, вам не держите возле телефона. О, не надо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я в душе. Какой душ, Вера? Это номер Сидорчуков? Нет. Эротическое шоу, а заваляй. Нет. Нет. Бардак. А не отель какой-то. Извините. Простите. Шоу закажите. Замечательно. Простите. Это ж надо мне в тот номер ломить. Может, сегодня и правда не мой день? Бодный твой он наш, Вера. Еще целых пять часов. Мое солнышко. Позвольте вашу дружку. Эротическое шоу, ну-то даешь. Ого. А вы что тут делаете? Да вот в аптеку пошел, спину как-то расстрелила. Какая спина, какая аптека? Что успел, то придурок. Хорошо телефон с собой был. Ты же мне сам сказал, в Вере Петровне звонит. А я сижу, такая, тут телефон звонит, а я вот. А вы что так рано? Так ветер на Петре. Канадка стоит. А дети от дегустации массандровских вин почему-то отказались. Сранно. Зато мы при штабу купили. Так вы чего, едете, нет? Нет. Да, да, идем, Вера Петровна. Конечно, идем. Спасибо. Какая Петре? Так там ветер. А, ветер. Калинина, ты сошла с ума, мы же чуть не спалились. Трудно было перезвонить. А ты не мог крутить свои амуры без ресторана, шампанского и свечей? Слушай, да давай я сам разберусь, где мне крутить мои амуры. Да вообще, откуда ты знаешь про ресторан? Я же астролог. Хватит, Калинина. Боря, у меня третий класс открылся. Подожди, вот опять вижу. Вижу. Вижу танцы. Вижу гитару. Вижу зомбрара. Слушай, подожди, это... Ч-ч-ч-ч. Вижу открытую террасу. Вижу бинокль, через который я вижу открытую террасу. Нет? А теперь я вижу придурка, который додумался свои дюльтеры прямо напротив ласточкиного гнезда устраивать. Подожди, какой бинокль-то? Там есть бинокль? Дошло, наконец-то. Так что скажи спасибо, если бы не я, а твоя амиго соиграли бы уже тебе. Похоронный марш. Спасибо. Спасибо за приставку, папочка. И, кстати, ты должен дяде Игоре пятьсот долларов. А что такое дюльтер? А дюльтера это у мамы своей спроси. Не, я лучше у дяди Игора спрошу. А был бы у меня планшет, я бы в интернете посмотрел. Да, я бы тоже посмотрел. Какой планшет? Мама! Какой планшет? Ну-ка, иди сюда. Слушай, Калинина, ты шантажист малолетний. Как ты ребенка воспитываешь? Так он весь в папу. Бон. Блин, вчера тебя куда-то унесло. Сегодня их раньше времени принесло. Более, что происходит. Игорь, ну я виноват, что ветер на и Петре. И что дети не пьют. Слушай, а ты мужчина или кто? Предложи что-нибудь. Ну, я не знаю, но... Ну, может быть, давай ночью, пока он спит. Ага, а может, давай сейчас, пока он ест? Это все, что ты можешь предложить. Такое ощущение, что мне больше всех надо. И последний вопрос, пап. Какие машины ты больше любишь? А, седаны, П, кабриолеты, В, джипы. В, джипы. Ты же у меня уже это спрашивала. Правильно, потому что это тест на совместимость. Светочка, все эти тесты полная чушь. Может быть, но я этим тестом проверялась результаты гороскопа, по которому вы с папой абсолютно несовместимы. Тетя Карина, а вы знаете, что вы с дядей Борей по гороскопу вообще друг другу противопоказаны? Вот, все, Калинина. Развод и девичья фамилия. А скажите мне, пожалуйста, госпожа астролог, а кто же мне тогда подходит? Может быть, тетя Вера? Нет, у Львов со скорпионами яркие, но недолгие отношения. А вот девы и козероги отлично сочетаются, так что папа и тетя Карина идеальная пара. Нет, ну что требовалось доказать? Я предлагаю с этого момента официально считать астрологию уже наукой. Карина, а ты уже спрашивала у Игоря? Ладно, я сама спрошу. Игорюш, у Кариши есть заветная мечта, которую ты должен исполнить. Карина очень, очень, очень мечтает погрузиться с аквалангом. Да? Да? Да. Кариша, ты не стесняйся. Игорюша, ничего не стоит. Правда, Игорюша? Я предлагаю завтра устроить мастер-класс. Ну, я не знаю. Что значит не знаю? Игорь, тут человек мечтает, тут такой шанс. Нет, если есть острое желание и необходимость. Это не острая необходимость. Это мечта всей жизни. Такая? Ну, да. Типа того. Ну, вот, и договорились. Старик, слушай, я тебе так благодарен. Алина, что ты сидишь? Ну, скажи спасибо человеку. Да ладно. Спасибо. Большое. Дай бог. Ну, и как это называется? Три дня в Крыму и только позвонил? Что, как женился? Совсем сюда дорогу забыл, а? Не волнуйся, ты у меня в навигаторе забил. Я в навигаторе. СМЕХАЕТСЯ Ну, теперь понимаю, почему тебя не было три года. Такую красавицу от нас спрятал. Знакомь с женой. Нет, я... Вы что? Ну, вообще-то это не жена. Это ее подруга. Знакомься, Карина. Карина, Влад, держи крабо. Здравствуй, подруга. И помните, все, что происходит на Черном море, остается на Черном море? Влад. Понял. Понял. Саныч, дуй сюда! Наконец-то. Я уж не думала, что это когда-нибудь случится. Да я и сам не думал. Только вроде трубы поменяли, а оно опять потекло. Вы, дамочка, заливаете. Мужчина, а это надолго? Может, полчаса, может, полсуток. Ой, а может, вы тогда после обеда придете? Это может, вы, дамочка, после обеда придете? Пойдите на пляж. Вы же все-таки на море приехали. Ага. Давайте я сама буду решать, зачем я сюда приехала. Хамло. Соскучился я, чертяка. Ну что, свою подругу, жены, сам проинструктируешь? Не-не-не, старик. Ты инструктор, тебе и карты в руки. Что, я буду твой хлеб отнимать? Вообще-то могу попробовать. С чего ты говоришь, там инструктаж начинается? С Азов. Что дальше? Зайка, я пришел. А ты где? Зайчик, ну где ты? Ты что, сегодня решила принять меня в душе? Зайка, а вот и я. Ускакала твоя, Зайка. Куда, не сказала? Сказала, что не должна передо мной отчитываться. Зайка, не железки, выпить тут и давай это наливай. Вон из крана попьешь. Ух ты. Здесь, на поясе, плотно на липучку. Поднимите волосы. Здесь. Застегиваем. Так, и главное, когда будете погружаться, не забудьте прижать маску вот так, иначе рыба не оценит ваш макияж. Главное, чтобы они оценили ваше чувство юмора. Повторяем азбуку дайвера. Всплываем, погружаемся, все хорошо, проблемы с глазами, ушами, с дыханием. Запомнили? Нет, 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 вот это ослаблять не надо. Баллон должен плотно прилегать к телу. Баллон, а не инструктор. Карина, прекратите ерничать. Вы хотите погружаться или нет? Хочу, наверное. Не даром же я сюда приехала. Прекрасно, тогда слушайте. Я слушаю, Игорь, слушаю, но вы лучше мне показывайте. Показываю. И желательно на себе. Черт, ты червой, тащи аптечку, давай тащи, Игорь. Эй, партизан, куда дядя Горь взяли? Блин, тетя Вера, меня из-за вас убили. Все, теперь на твоей совести смею капитана Парамонова. Детвора, внимание. Эй, алло, я вопрос задала, дядя Боря где? Он сказал, что не наше дело. Значит, скорее всего, в баре. Эй, а, детишки, а чего вы в номер сидите? Вы же на море приехали, пошли, там в бассейне поплавали. Мама сказала, чтобы я один из номеров не выходил. Или вы с нами пойдете? Играйте. А, давай быстрее, под воду, если ты там устроишь, прыгай, прыгай, давайте в поиск. Ну что, готовы? Отлично, тогда на счет три. Один, два. Нет, подождите, давайте на счет семь, оно, оно просто счастливое число. А может, тогда лучше на счет двенадцать по числу знаков зодиары? Вы что, испугались? Ну капельки. Смотрите, потому что под водой главное спокойствие и никакой паники. Не дождетесь. Когда? Одиннадцать. Одиннадцать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что творите? Вы убийца. Вы настоящие убийцы. Вы же меня чуть не утопили. Я же показывал, знаками показывал. Дай подышать. А я тебе показываю знаками. Вези меня домой. О, Боже. Да что вы меня лапаете? Я не лапаю, я подталкиваю. А что, других мест для подталкиваний нет? О, Боже, нужны мне ваши драгоценные места. Эх, не трогайте вы меня. Как пожаловать? Помогите! Не, Боря, ты нормальный, а? Ты где лазишь? Я тебе звоню, звоню, что у тебя с телефона. Так, Верунчик, я в лифте был. Так у тебя тоже телефон выключил. Я, наверное, тоже в лифте была. Я к тебе зашел, у тебя там сантехник, ремонт. Да? А у тебя война. Ты эту приставку на хрена им купил? Ну, надо же было детей как-то отвлечь. Отвлек? Молодец. И что теперь делать? Что делать? Дорогая, дядя Боря сейчас все решит, как всегда. Закажи себе капучино. Добрый день. Добрый день. У меня тут такая ситуация. Какая? Ко мне внезапно приехала моя любимая тетя. Она очень больная женщина, и у нее бронхиальная астма. Врачи прописали ей смену климата. Вот. А у меня в номере там жена, дочь, то есть сын. Извините, можно у вас номер снять на сутки? А что, доктора прописали смену климата только на сутки? Да. Нет, нет, нет. В смысле, по проездам она. Она там вещи завести, душ принять. А дальше все, что доктор прописал. Ай-петри, горный воздух, процедуры. Мама у меня вообще человек неугомонный. Тетя? Ну, она мне как мать. Ну, что ж, понятно. Постараемся вам помочь. Спасибо большое. Арин, подождите, вы меня вообще слышите или нет? Я не хочу вас слышать больше, не хочу. Я вам еще раз повторяю, я пытался вас хвостить. Оставьте себе жалкие оправдания при себе. Перестаньте меня преследовать. Привет. Привет. Оль, а вы что, все уже, да? Вот еще чуть-чуть и все. А ты что тут делаешь? А я-то, знаешь, я решил экскурсии прикупить. Потому что надо как-то завтрашний день планировать. Сегодняшний-то все уже. Вот. Так что, вы говорите, у вас есть там из экскурсии на завтра? На завтра? Есть. Сафари-парк. Сафари-парк. Вы же представляете, это же... Простите, а на тетю тоже брать будете? Конечно, буду. На двух теть и двух дядь с детьми. Слушай, сафари-парк я никогда не был. Ты был когда-нибудь, нет? Нет. Говорят, впечатление просто замечательно. Парк Львов-Тайган в Крыму. Это первый в Украине сафари-парк, где в полусвободных условиях содержится около 50 львов. Парк Львов есть в Танзании, Кении, но это первый такой, единственный в Европе. И где? Здесь, в Крыму. Он находится возле потрясающей горы Белая скала и озера Тайган, в честь которого и назван парк. Здесь собрана масса редких животных, которые прекрасно размножаются в неволе. Для них здесь созданы... Борщик, скажи мне, пожалуйста, почему зоопарк? Почему не музей Щерс или Констхамера? Вера, а что мне нужно было делать? Я был на грани провала. ...пумы, леопарды, тигры и более 30 львов. 30? Даже больше. Ой, а где же вы их всех понабрали? Пять лет их собирали по зоопаркам России, Украины и даже Европы. Парамонов, я смотрю, тебя это больше всего сейчас волнует. Да нет, Верусик, ну это не так. Ну 30, ну это же нереально. Нереально другое. Быть 4 дня на отдыхе, а отдыха так ни разу и не было. Особым достоинством парка являются уникальные белые львы. Белые? Ой, а это мне одному интересно, наверное, да? Угу. В парке можно провести весь день и даже переночевать. Кстати, рекомендую воспользоваться услугой «Львенок в номер». Львенок? Скажите, пожалуйста, а что здесь и гостиница имеется? Здесь отличный отель. А-а-а. Стрим на сафари. Справа вы видите вольеры с животными, а слева готовится эстафета, в которой может принять участие любая семья. Главный приз – это бесплатное посещение дельфинария на всю семью и путешествие на пиратском корабле. На пиратском корабле. Дельфинария. А какие условия? Двое взрослых и двое детей. Мама, мама, ну давай поучаствуем. Да, давай. Ну, пожалуйста, мама. Игорь, ты как? Да на мне живого места нет. Ты что? Ну, мам. Ну, мы не можем, у нас папа раненый. О, а вы нашего берите. Он пока целый. Ну, честно говоря, после вчерашнего не такой уже целый. Ой, не прибедняйтесь. Да, деда Игорь, пожалуйста. Да, па, давай. Игорь, в самом деле, вы постойте за честь семьи Парамона. А мы с Верой Павловой поболеем. Постойте за нашу честь. Да, постой, па. Эстафета, 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 эстафета. Нас приветствуется парикмарк Тайка и наша традиционная семейная эстафета. Первый конкурс нашей, где ты видишься. Оставьте внимание, Марс! Все, теперь мы на мой канал приехали. Давай, 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 давай. Скажите, это шоу долго идет вообще по времени? Па, эстафета? Обычно около часа. Слышишь, Боря, у нас будет ровно час. Посветить тут минут пять для видов и приходи. Стартовать можно было гораздо раньше. Да, надеюсь, вы и так ходите. Я в гостинице. Игорь, вы что, молока шеяли? Как мы сели, так я и поехал. То есть я виноват? Нет, конечно, я. Я виноват. Я виноват. Я виноват. Макарак мы. И наш второй конкурс. И веселые пони. Бони. Бони. Макарак мы. Что, я болею? Это заметно. Здравствуйте, мне нужен самый лучший номер. К сожалению, все номера заняты. Но если вы закажете услуги... Я заказываю все услуги, но мне нужен номер и быстро. Давай, давай, давай! Давай! Простите, любезнейший, это же у вас носухи, да? Носухи. Сфотографироваться 20 гривен. О, я вижу, пошел деловой разговор. Скажите, а с кем можно переговорить по поводу приобретения? Приобретения? Да. Ну, это с менеджером по носухам. А где же его найти? В принципе, он перед вами. Прижимайтесь лучше. Я после вчерашнего вообще боюсь вас трогать. Да, да, прижимайте, я говорю, трус. Вот так хорошо. Послушайте, это шикарные носухи. Таких носух в Москве по пальцам пересчитать. Да это я вам говорю. Что? Еноты? Я сейчас, сейчас я узнаю. Любезнейший, простите, пожалуйста. А с кем можно переговорить насчет енотов? Это только с менеджером по енотам. А где он? Он перед вами. Сколько? 200. По рукам. 500. Договорились. Спасибо большое. Было очень приятно иметь с вами дело. Всего доброго. Лемурами интересуетесь? У вас что? Лемуры есть? С кем? Он перед вами. Ну что, он жив, а? Мы, между прочим, выиграли. Ну, а мы вот со свиньями проиграли. Победила команда «Левята!» «Левята!» Наконец-то. Услуга в номер. Это что такое? Это Боник. Бонифаций. Так быстро, уводите этого кошака отсюда. Вы же сами заказывали. Ничего я не заказывал, вы с ума сошли? Ну, Боря. У вас нет лемуров? Да вы что, это же сейчас самое вообще модное животное, Марго. Это замечательно. Китч, пик сезона. Да это я вам говорю. Послушайте, я звоню из Кенни, здесь безумно дорогой Роман. Кого? Ленка? Годовалые ребята по десятке, полугодки по пятерке, новорожденных отдадим по трешке. Скажи, а можно как-то договориться на нулевом цикле? Можно? Встречаем победителя нашей победы, Семью Макаровы! Какая красивая семья! Семью Макаровы, вы Парамоновы. Парамоновы, извините, папа Парамонов. Вручайте призы, Семью Парамонову, бесплатный билет в чемпионале перед путешествием на пиратском корабле! Зашибись! Спасибо! Спасибо! Виручек, представляешь, наши победили. Не понял. Поздравляю! Теперь понял. Эй, нет, ты хочешь, меня паралич разбил? Я после вчерашней стафеты еле встала утром! Может, дядя Игорь хочет? Да, дядя Игорь! То есть вы хотите, чтобы паралич разбил меня? Спасибо вам большое! Пап, ты должен заниматься спортом! Я регулярно занимаюсь спортом! Сад, разумись! Не спеши меня! Да, это не серьезно! Не надо конючить! Ты понимаешь, Саша, все! Папулечка! Эй, так вы куда? Мы на секвейс будем кататься или нет? Мадам, позвольте предложить вам масло пихты. Его свойства совершенно замечательно позволяют забыть любые обиды. Борис, а ты зоолог или биолог? Я в первую очередь бизнесменом берусь. Ну, носухи по 700 баксов, но я не мог не загореться. Вот с вами носухами за 700 баксов. И развлекайся. Вер, Вер! Вер! Друзья мои, сударыни, товарищи, ну что ж вы такие грустные? Господи, я умоляю вас, немножко веселее. Это же 18-й век! Взять областили, обезглавили монарха, русско-турецкая война, четвертовали Емельяна Пугачева. Такие веселые времена, а вы такие кислые. Умоляю вас, улыбаемся. Внимание! Опа-на! Молодцы! Пошли. Слушай, а давайте трогать сводкаемся. Я эту дуракшую шляпу не одену. Так мне обязательно в шляпе. Там есть куча других костюм. Прекрати дух. Послушайте, вы уверены, что идея хорошая? Это же переодеваться надо. Обещаю не взваливать на твои хрупкие нетренированные плечи тяжелые доспехи. Свет, что ж такое происходит сегодня-то? А, вот вы где? Я вас потеряла. Чего стоим? Да вот, предложение поступило сфотографироваться. Какое сфотографироваться? В этом барахле на такой жарюке. Поехали лучше в этот, в аквапарк. А мне кажется, замечательное предложение. Будешь что-то вспомнить? Если вспомнить, больше будет нечего. Пойдем, дорогая. Давай, аквапарк в следующий раз. Боря, идешь? Да. Не, ну если только в костюме муж-хитера там просто всю жизнь мечтал. Здрасте. Спасибо. Потрясающе, друзья мои. Боже мой, да от вас просто повела эпоха. ВДНХ, Савиахим, Волга-Волга. Давайте немного сменим композицию, товарищ адмирал. По центру становимся. Адмирал, да, по тебе правда идет военная форма. Ой, Свет, военная форма идет каждому мужчине, да, Карина? Ой, даже не знаю, Борис Михайлович, на вас прекрасно сидит форма зоотехника. Такое ощущение, что ты переоделись в свое рабочее. Послушайте, а вы в случае мне военные, а? Форма как родная. Да, вам и правда идет. Ну, просто мой дед был комдит. Они, кстати, с бабушкой в Крыму познакомились. А мои родители в Севастополе? Да. А я подал, что ты на практике действенность потерял. Что потерял? Ничего, Саша, это я так разговор подержать. Давайте все дружно скажем. Ликбез. Ликбез. Кукуруза. Погода для настроения нет. В номере бардак. Невозможно ничего найти. Калина, ну ты прибралась бы хоть, что ли? Пф, Парамонов, ты успокоился бы, что ли? Я тебе что, уборщица? Позвони на рецепшн. Да при чем здесь рецепшн? Ну, пожалуйста. Малуйся. И вообще, что ты рассказываешь здесь в трусах? Вот это Вере будешь показывать, что ты рабочая христианская нюк. Слушай, ну я поэтому и расскажу, что я их нигде не могу найти. Да, я вырубаю приставку, идем на пляж. Давай, давай, вставай, собирайся. Ну, где они могут быть, я не понимаю. Ой, Борюсь, я не слежу за миграцией твоих. Я их все утро ищу. Ну, где они? Ну, не могли же они испариться. А давай я тебе дам Сашкины плавки. А денешь будут как стринги. Вере понравится. Вот это сейчас не смешно было. Ты что, не смешно? Нет. А ты спеши, они смешные и жуткие, это двойка, нет. Ну, что ты? Ух ты, язвой какой стала, Калинина. Не за такую ладу, Калинину. Я в восьмом классе-то дрался. Дрался, дрался, да, дрался. Это когда тебя Левкин догнал и возил маму и Полину. Да, кто возил меня, какой Левкин? Ты была там? Все, все, ты достал меня. Все, Парамонов. Саша, ну сколько можно говорить? Санек. Саша, ты нормальный человек вообще? Я целый час по номеру хожу, ищу свои плавки, на них сидишь и молчишь. А ты что орешь на моего ребенка? Что, кто орет на него? Я просто, можно же сказать словами, дядя Боря, вот ваши плавки. Так он же целый день сидит в эту приставку идиотскую, тык-мык, тык-мык, рубится. А ну не ори на моего ребенка, а ты ему кто? А ты-то что, разнервничался? Я не понимаю, что у нас глазки забегали, ручки затрясли, что такого? Я просто сказал и сделал ему замечание. Плавки лежат, он молчит! Ты достал за своими плавками! Каленина, стой! Ну-ка стой, я сказал! Не вздумай, ты! Я все понял. Че? Я понял, в чем дело. В чем? В чем? В чем? В чем? У тебя когда последний раз секс был, а? А у тебя? Чумничка, а? Твое? Не-не-нет, конечно. А это, вы знаете, мне вообще вчера носки в тарелку прилетели. Это не отель, а общага какая-то. Вот, 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 абсолютно правильно, абсолютно. О-о-о, Кариночка, привет, дорогая! А вы что, у бассейна, а мы решили на пляж? Да? Ну, хорошего вам отдыха. Спасибо. Папуль, может, мы тоже в бассейне поплаваем? Я, в принципе, не против. Что значит не против, Игорь? Что значит не против? Мы же договорились. Какой смысл приезжать на море и торчать у бассейна? В этой хлорке киснуть? А какой смысл киснуть среди бодрости и медуз? Пап, выбирай! Девочки, я сказал, мне все равно, лишь бы вы не ссорились. Тогда разделимся. Вера идет на пляж, а я стою здесь. Да, Верочка? Прекрасное предложение, милая. Вера, ну это что, было так принципиально? Да, это было именно принципиально. Ты что, не видишь, как твоя дочь манипулирует людьми? Я не хочу торчать у бассейна. И завтра в дельфинарии я ехать тоже не хочу. Ты не хочешь в дельфинарии? Я хочу на пляж! Здравствуйте. Спасибо. Ой, а я вас на пляже ищу, а вы решили тут, да? Не, ну правильно, что там делать на этом море? А Вера Павловна на массаж пошла? На море. На море. Мы разделиться решили. Свет, вещи не разгласили. Ну, это правильно, в принципе. Демократия в семье, это вообще очень похвально. А, детвора, слушайте, а может, по мороженому, а? Саша, Свет. Спасибо, как-то не хочется. И я не хочу. Смогласись. Не хочу. Карина, ну пломицу, два сладенького. Ну, я же по глазам вижу, что ты хочешь. Ты забыл, дорогой, что я не люблю сладкого. Сладкого не любишь, да? Не хочу. Очень странно. Такая жара, кошмар. Так ты снимай штаны, давай. Окунись. Что это за язва? Такая ты язва, понимаешь? Язва самая натуральная. У тебя язва? У меня, нет, у меня, ты знаешь, эрозия была. А сейчас все нормально. Ничего страшного. Так ты сходи, поешь что-нибудь. Я не хочу. А, да, да, нужно же сходить, поесть же. Надо со здоровьем вообще, шутки плохие. Надо что-нибудь диетическое, чемурек там что-нибудь. Так может. Нет, от фруктов у меня. Все, пошел. Солнце мое. Иди уже. Что я без тебя делал, да? Все, сейчас, я скоро. Извините. КОНЕЦ Нет, спасибо вам, конечно. Но вообще-то я хотела позагорать. Простите. Нет, я просто подумал, такое солнце. У вас кожа такая белая. Интересно, это давно вы стали обращать внимание на мою кожу? Мужчина, куда вы мой зонтик утащили? На минуту отойти нельзя. Тоже мне отель. Пять звезд. Говорили люди, поезжай в Анталию. Простите? Олешка, а ну надень баналку. Люточка, ну не начинай, а? Что ты меня позоришь? Ты за люди кругом. Начина. Начина. Три тысячи лет я был заточен в этом сосуде. Но ты освободила меня, моя госпожа. И за это я исполню три твоих любых желания. Или одно желание трижды. Отвали. Осталось два желания. Думай хорошо, моя госпожа. Это ты, Хатапович, в следующий раз думай головой, а не своей тюбетейкой. Иначе останешься в одиночестве еще тысячу лет. Вера, ну ты что? Вера, ну подожди. Хочешь что-то съел? На судье знаешь себе куда? Куда? Боря, придумай что-нибудь пооригинальнее. Вера, ну подожди. Отворю. Верусь. Вера, подожди. Вера. А деньги? Ты здравь! Водичка просто прелесть. Я тут себя на мысли поймал. Представляете, последний раз был в Крыму, когда он еще не считался заграничным курортом. Представляете? Это ж когда это было? Ну да, восьмой класс. Это июль восемьдесят... Восемьдесят девятый год. В Артеке. Ну этот... Двадцать пять лет назад. Это юбилей получается. Двадцать пять лет. Ну в смысле... Сань, надень на рукавники. Сходи поплавай, а? Я не хочу, мам. Ну шляпу тогда надень. Да не хочу я, мам. Вот характер, а? Александр, вы так будете томиться на санцеперке? Или может все-таки окунетесь? Да как-то не хочется. Сань, не палься. Будь мужиком. Скажи всего лишь четыре слова. Я не умею плавать. Вот заколебала ты. Я умею плавать. Не желаете коктейль? Да что вы. Вы читали, что пишут, что вредил алкоголь? Я даже бросила. Читать. Вы что, вы любите Довлатова? А вы знаете, что это Довлатов? Нет, ну правда. Многие думают, что это анекдот из интернета. Ну тогда прыгни. Прыгну. Ну и прыгни. Да прыгну я, понимаешь? Прыгну. Подождите, подождите. Ну? Быть может вы еще и Солженицыным увлекаетесь? Саша? Ну я бы не стал так фамильярно. Это все-таки Нобелевский лауреат. Саша! К бортику его. Ты как, воды накребался? Мам, да все нормально. Ну что нормально? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. У него все нормально. Марш, шезлонгу и бассейн, ну не ногой больше. Да пожалуйста! Не поспокойней мне там. Что, трудно с пацаном, да? Да одно и конечно трудно. Это я образно. Просто Борису ему далеко до идеального отца. Он и сам как ребенок. Вера, мамка, я прошу. Вера, мамка. Скажите, пожалуйста. Да. А в спа бассейн работает? Да, конечно. Причем круглосуточно. Только зачем вам бассейн, когда на море отличная погода? А море грязное. Дрянь всякая липнет. Нормально плавать не дает. Дрянь. А цветы? Где можно сказать? Букеты. молодец хорошо а теперь вдох выдох может все-таки наденем на рукавники а карина доверитесь мне так что за разговорчик не забываем про дыхание дыхание в этом деле самое главное запомнил додумался да воду сигануть это я додумалась ну смысле это я сашку спровоцировала да ладно свету ли это просто мальчишки они сначала делают а потом думаю причем что характерно в любом возрасте надеюсь вы не над нами смеетесь над вами над вами ну ничего ничего смейтесь мы вам еще покажем и кролем и брасом а ну санек давай покажи маме что умеешь давай вдох выдох мама ничего ничего все нормально в этом деле главное не сдаваться две недели и сможем хоть на соревнование а вот этот вот хихикающий фан-клуб будет у нас еще автограф убрать да чемпион боже мой как романтично прям как сцена из кино я еще не на такое способен заинтриговал ну конечно если этот букет мне я бы хотела получить его в целом виде они по частям секунда и он будет у твоих ног а я ищу вас везде где вы ходите какие красивые цветы это кому 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 она спрашивает еще такие вопросы задаешь конечно же поздравляю тебя спасибо приятно приятно что за повод ну если не секрет мне чтобы подарить своей любимой женщине цветы под ненуша запомни это а куда вы собирались подошли а мы в номер переодеться на ужин что ж вы не стоим тогда переодеваться и на ужин уже на же скорее же мусина зоопарк был вчера а сегодня дельфинарий ясно вам мужчина вы куда столько пива набрали там будет дельфина не в облах дорогие мои доброе утро доброе утро чемпион привет а я смотрю вы сегодня тоже неполным составом да папа на рыбалку ехал ясно да предпочел умным лекарствующим глупую доверчивую кипать а вера на грязевые ванны записалась как будто не хватает действительно следы обитания светлана вам не кажется это была слишком злая ирония простите папа сама не знаю в кого я такая молчу молчу девушка но я вам второй раз повторяю перенесите грязи на после обеда ага доставка в номер шампанское фрукты и разбитое сердце остальные органы в порядке более чем ну проходите благодарю вас означает ли это что моя белая госпожа меня простила мальчик милый но подожди наш еще не уехали господи какая разница уехали они лиги бари 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 барисов я пока шампанское я бирю посмотрю Ну, может, ты с нами в саду, в саду, в саду. Ну, ладно. Слушайте, моя белая госпожа. Ой, да ничего, я сама. Спасибо, это ваша. Моя? А, нет, это моя. Идёмте. Прошу. Позвольте. Спасибо. Аккуратно. Интересное кино. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Фирма Альбатрос. Просим подтвердить экскурсию на завтра на четверых человек. Вы ошибаетесь на шестерых. Извините, но тут двое взрослых и двое детей. А вы что, не в курсе? Теперь в курсе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Моя богиня, поднимаю этот бокальчик кисленького за тебя сладенькую. СМЕХ Да. Такими темпами глядишь и без всего останешься. Верунчик, золотые слова. Я жду не дождусь, когда ты останешься без всего. Конфета моя. Верунчик. Верунчик. Ты читаешь мои мысли. За купе спины или ватной, а? Верунчик. 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 Я хочу потереть тебе спинку. Сама так сама, сама. Сама так. Верунчик, только недолго я прошу тебя, а то я сойду с ума. Приехали на этот полуостров любви. А тут ни любви тебе, ни полуостров любви, ни четвертушечки. Верунчик, тебе-то кому рассказать? Никто не поверит. Борюсик, не надо никому ничего рассказывать. Насушечка моя. А зачем ты так оделась? СМЕХ Я знаю. Ты очень строгая учительница, а я очень нерадивый ученик, да? СМЕХ Нет. Нет. Ты продюсер, а я очень, очень хочу попасть в пиздец. СМЕХ Борис, а ты вообще можешь думать о чем-нибудь другом? Ну, сейчас нет. А надо? Иногда надо, Боря. Иногда надо. Куда ты, Верочка? Насушечка моя. Куда ты? Вера. Вера. Верочка, Вера, постой, постой. Вера, ну что я опять сказал не так. Я возьму все свои слова назад. Вера, ну скажи хоть что-нибудь. Ширинку застегни. В дельфинаре, пожалуйста. Куда? Зачем в дельфинаре, Вера? А? Давай, начнем динфилом. Это динфилом! Ну что, долго еще? Ну еще минут 20. Ой, вы 20 минут назад говорили то же самое? Ну а я что могу сделать? Радиатор закипел. Вера, Верунчик, ну я молю тебя. Ну давай вернемся. Ну зачем вы вообще туда едете? Боря, у этого радиатор закипел. Мне кажется, у меня сейчас мозги закипят. Я тебе сотый раз повторяю. Мне надо там быть. Понятно? Да это тебе там надо быть. А я там как появлюсь? Я вообще на рыбалку уехал. Что я им скажу? Ты раньше придумывал что-то, а сейчас он не может, да? Не могу я... Боря, что ты там говорил о этой Ладе с мужиками? Да что ж ты прицепилась к этой Ладе? Да ничего особенного. Два раза была замужем, и мы оба неудачные. Первый алкоголик, второй бабник. Все как у всех, все. Значит, третий был бы не лишним, да? Третий? А что, хороший вариант, нет? Ну, нет, таксистов. Боря, ты идиот или как? Ты вообще о чем-то другом думать можешь? У меня мужа уводят. Да кто? Кто у тебя мужа уводит? Ну, долго еще? Ладно, мы же сами с ней договорили, что она возьмет Игоря на себя. Да все. Мы едем или нет? Я не понимаю. А мы идем в перевернутый дом. Да, в перевернутый дом. Я хочу... А я билеты в дом сказок купил. В дом сказок? Значит, мы идем и туда, и туда. Мы идем в дом разве... Ой! Извините, пожалуйста, это я... Прекрасно смотритесь. О, привет, а вы откуда? А вы нас не ждали, да? Нет, ну ты же сказала, ты пошла на грязи. А грязи закончились, сказали, в понедельник завезли. А я, это самое главное, к отелю, значит, иду, смотрю, Вера Павловна, выходит, думаю... Ой, Вера Павловна, а вы куда? К нашим, случайно? Она говорит, к нашим, ой. Я говорю, а идем вместе, ну вот мы, собственно, и приехали. Так ты же на рыбалке, Фа. Ну, на рыбалке рыбы нету. Я стою, что мне там делать? Я к вам, так сказать, у вас-то рыба есть, вон. Ну, а вы как? Без тебя, Вера, было очень хорошо. А как будет теперь? Это уже вопрос. Да, это очень большой вопрос. Игорь, по-моему, это уже перебор в юморе. Тебе не кажется? Света, кому-то надо извиниться. Это была всего лишь шутка. Шутка. Видишь, заживу дельфинов из чувства юмора. Света, кому-то надо извиниться уже дважды. Хм, думаю, что это, думаю, и не стоит. И я думаю, что не стоит. Я не буду извиняться. Да, и я тоже думаю. Света, прекрати поясничать. А зачем она приехала? Зачем она приехала? Зачем она приехала? Сел бы там все свои грязи, грязи, грязи. Света, хватит, я сказал, прекрати. Прекрати извинись сейчас же. Я не буду извиняться. Я сказал извинись. А я не буду известно. Ах так? Все, развлечение закончено, мы едем в отель. Я никуда не поеду. Это мне решать, куда ты поедешь, а куда нет. Ну и решай! Сань, подержи. Ну, конечно. Ну, сейчас я в дом верну. Свет! Светуль! Малыш. Чего ты плачешь? Свет! Ну, хорошая моя, ну чего ты плачешь? Почему? Почему он на меня кричит? Что я такого сделала? Ну, он кричит просто потому, что очень сильно тебя любит. Ты ему совсем не безразлична. Понимаешь? Вот я на Сашу. Ты знаешь, как я иногда на Саню кричу? Ого! А на нее он никогда не кричит. Ну, хорошая моя, ну не плать. Ну, родная, ну... Я тебя понимаю, как никто другой. У меня же тоже родители развелись. И папа женился на тете Ире. И я ревновала ужасно. Мне казалось, он ее любит больше, чем меня. Это так обидно. Обидно. И что ж ты делала? Что? Бунтовала. Как и ты. Два раза из дома сбегала. А потом как-то... Пришла и увидела, как папа плачет. И я поняла, что дело больно ему, понимаешь? Ведь это плохо. Плохо. Представляешь, как ему нелегко. Он между вами разрывается. Ну, ты представляешь? Ты хочешь одного. Вера все время хочет другого. А что ему делать? Ну, надо ведь немножко уважать его выбор. Даже если он тебе и мне очень нравится. Даже если по тестам... Вера ему не подходит. Ну, что тесты? Тесты ошибаются, малыш. А я не говорю уж о людях. Мне поначалу... Вон, папа твой. Жуть как не понравился. Просто ужас. Да ладно, он же классный. Конечно, классный. И добрый, и милый, и заботливый. И я тебе больше скажу. Нет, больше я тебе, конечно, не скажу. Втерились, да? Светлана Игоревна, вы... Вы что, вы... Вы не меняйте тему для разговора. В общем... В общем, придет время, и Вера мне понравится. Точно? А пока нужно немножко поменьше реагировать. Я попробую. Пошли. Так вы втерились или нет? Ты посмотри на нее, а? Я обещаю, что я принеслежу, честно, не смогу. Я не понимаю. Ну, что происходит? Все. Я просто уже устала объяснять. Оставь меня сегодня в покое, и все, спасибо. Что значит оставь в покое? В каком смысле, Вера? Э, командир, тут не хватает. Мозгов у тебя не хватает. Мы тебя сколько возле дельфинария ждали? Час? Все, до свидания. Верунчик, Вера. Добрый вечер. Добрый вечер. Вера Павловна, подождите, пожалуйста. Даже не думайте. Сейчас сорветесь, а потом что, начинайте сначала? Нет, нет, что вы. Я просто хотел вспомнить запах табака, а не более того. Я так и поняла. Ну-ну. Да, Карина. А? Я вас хотел поблагодарить за свету. А, ты что? Какая благодарность? Ну вы как? Помирились? Ну, почти. Эх, вы. А, я педагог не то чтобы плохой, но до Макаренко мне далеко. И вам спасибо. Мне? Ну, за то, что Сашку плавать научили. Что вы, это пустяки. Я надеюсь, Борис... Нет, 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 вон. В смысле, он, конечно, делает все, что может и старается, но ему до Макаренко не то, что далеко, там пропасть. Ирунчик, ну я, ну я не понимаю, ну я правда не понимаю, что значит нам нужно временно прекратить наши отношения. Боря, то и значит. Ну как их можно прекратить, когда они вообще здесь у нас не начинались? Родной, я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Да не то слово. Так, Боря, так сделаем вид, что этой поездки как бы не было. Хорошо? Вернемся к этому разговору в Москве. Пока-пока. Как? Зачем нам тянуть до Москвы, когда мы можем поговорить об этом сейчас? Боря, у тебя только одно на уме, а у меня, между прочим, семья рушится. Верочек, ну при чем здесь семья? Да блин! Что ты хочешь? Поговорить. Вы сказали что-то? Я? Нет. Нет? Послышалось. Я думал вы... А? Я? Да. Нет, я ничего. Я... Хотите кофе? Кофе? Кофе. Можно. Только как? Доверьтесь мне. Боря! Неужели ты не видишь? Они постоянно вместе. На этом дайвинге вместе, на эстафетах вместе. А эти комплименты на набережной, они даже сегодня из дельфинария вместе уехали. Подожди, Верусь, они же уехали с детьми. Да почему без меня, Боря? Потому что мы же сами этого хотели, но Верусик, он все же идет по плану. А мы ни разу этим не воспользовались. Между прочим, по дороге сюда был чудный мотель. Мы в... Игорь! Господи, да когда ты оставишь меня в покое уже, а? В каком смысле? В прямом. Борис Михайлович, наша фирма больше не нуждается в ваших услугах. Так понятно? Замечательно. Это что ж получается, я вам, оказывается, услуги оказывал, да? Нет, я млела от чистой и большой любви к вам. Что, не млела, да? Боря, ты в своем уме? Ты думал, я променяю Игоря на тебя и твоих на сумку? Ты слишком ошибался, Боря. Ну, вот так вот, да? Да, вот так, вот так вот. Все, давай, гуляй. Да сама ты гуляй. И покрашу тебя найдем, мне вон только свистнуть. Свистульку не сломать! Интересно. А, да, я, кажется, поняла. Вы позаботитесь о моем здоровье, да? Угу. Сначала о моей белой коже, теперь вот о сердце, видимо, да? Решили, что кофе на ночь мне вредно. Мам, тебе тут кофе принесли! Мам, можно я пойду со сметой пугать? Только недолго. Ваше здоровье? По-турецки? Да. Можно погадать на кофейные гущи. Игорь, куда же делся ваш вечный скептицизм, а? Нет. О, у меня возникло такое ощущение, что меня ждут какие-то перемены. Вы действительно хотите узнать ваше будущее? Я же, ух! Конечно. Только если в нем будет все хорошо. Ну, это же не от меня зависит, а там. Ну, ладно, почему бы нет? Допивайте кофе, выливайте в блюдце. Ну, какие ассоциации? Ну, смотрите, смотрите. Красивая женщина. Игорюша, сладкий, ты где я пришла? Игорь! А вот и ответ. Калинина! Да, пожалуй, вы правы. Калинина! До завтра. До завтра. До завтра. Слушай, Калинина, ты давай не умничай, собирайся, все, отпуск закончен. Благодаря тебе, между прочим. Извините, а чем это я провинилась, а? Ты не понимаешь, да? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Чего ты пристала к этому Игорю? Я пристала? Нет, я пристал. Извините, хороший вопрос. Может быть, потому что ты меня просил об этом? Подыграй мне, побудь с ним, отвлеки его. Ну, просил, но ты перестаралась, мать, ты переиграла. Ах, ну извините, актриса из меня, может быть, правда не очень. Зато ты гениально сыграл любовника, прям Брэд Питт отдыхает. Игорюша. Игорюша. Да. Я соскучилась. Вер, я занят. Я очень соскучилась. О, прости. Да, слушай. Нет, это я не понимаю. Вы что, вообще без меня решили? Ты меня слышишь или нет? Арина, я что, неясно сказал, мы уезжаем. Пока. А мы остаёмся. Так я не понял, что значит мы остаёмся? Что значит мы остаёмся? А что, номер оплачен, Сашке здесь очень нравится. А ты? Если поссорился со своим имзелью, то вперёд. Счастливого пути. Хорошо, оставайтесь. Счастливо. Мама, куда это дядь Борь? Уехал. А теперь приехал. А ты что, забыл что-то? Нет, а почему, собственно, я должен уезжать? Пусть она валит отсюда. Это, в конце концов, у меня отпуск. Дел у меня дома никаких. Дома меня никто не ждёт. Я похожу, позагораю, покупаюсь, погуляю. Там достопримечательности посмотрю, в конце концов. Да, нет, другое. Сань, давай, иди спать. Борюсь. Всё нормально. Всё. Ну, Борюсь. Всё. Борюсь. Всё нормально. Ну, пора муж. Пора... РАДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОСТОК Не хватит, ничего. Ты таких тебя верзнаешь, сколько ройдёт? Да, матьёшь. Ты же... Ты добрый, ты... Ты симпатичный. Ты даже красивый, правда. РАДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он всё вошли. А, она... РАДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо-тихо. РАДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он весёлый, но он такой заботливый. РАДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парамонов, руки убери. Прости. Накатилась туда. Алло. Я слушаю. Тебя. Алло. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Присаживайся, подруга. Выпьешь? Ты не бойся, она меня отравлена. Ну как? Вино как вино? Угу. Вот это вино как вино называется Мутон Ротшильд и стоит большущих денег. Угу. До такого вина подруга нужно дорасти. Вот, к примеру, как я. Продать квартиру в Смоленске, на эти деньги сделать себе полный тюнинг, каждый день посещать фитнес-клуб, спа, научиться петь в караоке, правильно ставить ударение, посетить сто вечеринок или на сто первую наконец-то встретить его. Не того, который будет кидать понты, и максимум, что иметь, это палатку шаурмой в метро, а настоящего мецената, претендента на форум. После того, как ты пройдешь эти девять кругов дерьма, ты достоинству можешь претендовать на то, что он угостит тебе такую вину. Причем любить его необязательно. Достаточно просто ценить. А я смотрю, ты решила взять все и сразу, да? Нет, ну, чисто по-женски я тебя, конечно, понимаю. Ну, что сказать, одинокая женщина с ребенком на шее. И, конечно же, тебе иногда хочется немного пригубить. Но мой тебе совет, подруга, начни с напитков попроще. К примеру, советская полусладкая. Ага. Боюсь показаться глупой. Но эту аллегорию попрошу объяснить. Потренируйся на Боре. А, то есть Боре это шампанское. Отлично. Веселящая, игристая, для тебя в самый раз. При том, что и я это шампанское больше не пью. А что ж так? Поняла, что смешивать напитки – это как опасно? А это уже не твое дело. Да мне все равно можешь хоть взапоить. Только попрошу, уважаемый Семелье, мне советов не давать. Я сама решу, какие напитки мне употреблять. И в каких количествах. А это не совет, это предупреждение. Я только имею в виду, я не Минздрав, два раза предупреждать не буду. Поняла? Официант, шампанского. Официант, шампанского. Официант, шампанского. Эта Шахетка. Эта шампанدة. Эта шампанта. Эта шампанка. Эта шампанка. Эта шампанка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам не знаю, как я раньше жил Как тебя не знал и не любил Появилась ты средь бела дня Поселилась в сердце у меня Будь со мною строгой Будь со мною нежной Чуть моей тревогой И твоей надеждой Мне с тобою рядом Ничего не надо Ты моя продовольный ветер мой На дворе мороз, там не темно Нет, на небе звездам не светло Отпожать я наших верных рук Все вокруг переменилось вдруг Будь со мною строгой Будь со мною нежной Будь моей тревогой И моей надеждой Мне с тобою рядом Ничего не надо Ты моя продовольный ветер мой Будь со мною строгой Будь со мною нежной Будь моей тревогой Ты моей надеждой Мне с тобою рядом Ничего не надо Ты моя продовольный ветер мой С вами все в порядке? Я не знаю. Галюша! Пойдем танцуем, а? Нет, я не хочу. Ведя, ну пожалуйста. Не хочу, Вера, не хочу. Ой, какой ты скучный. Молодой человек, извините, у вас изгалка не найдется? Что? Лая, у него ничего не найдется. Что-нибудь еще? Ну? Ой. Это что сейчас такое было? Что? А, это? Прости, дорогой, прости сигнализацию с работой. А то, смотрю, ты у меня прям на расхват, да? Это ты сейчас серьезно? Ну, конечно же, шучу. Ну, Гарюша, ну что ты такой серьезный? Я знаю, что тебе можно доверять. Ты не будешь устраивать всякие там курортные интрижки у жены под носом. Правда? Или нет? Уверена, что это удачная тема для разговора? Ну, хватит. Ну, пойдем потанцуем. Пойдем. Вера. Ну, хорошо. Тогда закажи мне еще шампан с головой. У-у-у! Пссс! О, человек мой дорогой, Игорюшечка. Пойдемте на полотенечку. Нет, нет, нет. Голова что-то разболелась. Пойдем таблетку поищу. Как там Карина? А кто это? А, это, нормально. Ну, ударилась. Пришила отлежаться. Стричочек, пойдем. Нет, 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 нет. Я точно нет. Я думаю, Вера составит тебе компанию. И закажи ей, пожалуйста, шампанского, когда бармен вернется. Хорошо, потом сочтемся. Да какое сочтемся же надо? Шампанского, да? Миски Сивилс, сто двести грамм. Скажите, а какое у вас самое худшее шампанское? Мокал. Бутылка. Пап, может мы к лечу попробуем? А что вы здесь делаете? В вставку идем играть. А к вам за конфетами ходили. Мозгам нужно сладкого, а то мы на четвертом уровне засели. Никак ворота судьбы открыть не можем. Ты тут что делаешь? Я? Я? Как? Как что я здесь делаю? Свет, ты на часы смотрела? Давно в кровать пора. Пап, какую кровать? Только девять часов. Ну и что? Вы за этой приставкой с самого утра сидите. Пап, ну пожалуйста, нам надо закончить миссию. Света, никаких разговоров. Тем более, тетя Карина себя плохо чувствует, а вы ей мешаете. Нет, дядя Игорь, мы ей не мешаем. Она вообще на пляж пошла воздухом дышать. Так, еще полчаса и в кровать. Спасибо, папочка. Можно даже час. Целый час? Добрый вечер. Добрый вечер. Пупич. Спасибо за предложение, но нет, не хочу. Я тоже не хочу. А бассейн работает? Для вас, да. Спасибо. А идти куда? Туда. Туда. А я все помню, вы знаете, у меня же память. Вот. Георгий. Правильно, Андрей. А значит, Георгий, если меня кто-то будет спрашивать, я бассейн. Договорились. Простите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы мужа, мы его не видели, а то он куда-то запропастился. По-моему, ваш муж пошел в спа. В спа. Извините. Ничего страшного. Хотел узнать, как вы себя чувствуете, но вижу, нужно искать новый повод для разговора. Это точно. И от вещей отойдите, пожалуйста, подальше. Простите, пожалуйста, я не ошибся. Ну, конечно, ошиблись. Хотели взять сумочку, а схватили полотенце. Да, это известный похититель полотенец. Пол Турции обнес. А, понятно. Простите. Счастливенько. Добрый вечер. Добрый. Решил поплавать, Игорюш? Надеюсь, ты не откажешься от компании прекрасной нимфы, а? А у прекрасной нимфы справка имеется о том, что ей можно отпечатать бассейн. Ты откуда тут взялся, придурок? Отвернись. О, Господи. Сама невинность. Вся милость, захлебнись. Идиот. Вот теперь отпустила. Отпустила. Да нет, этого не может быть. Ну, почему не может? Вы, правда, вы в 14 лет писали стихи? В 13. Я не могу в это поверить. Ну, почему я не понимаю? Я вас прошу, прочитайте что-нибудь. Нет. Игорь, ну, почему нет? Ну, почему нет, Игорь? Ну, пожалуйста. Вы будете смеяться. Нет, все, я обещаю, я не буду смеяться. Нет. Не буду? Ну, нет. Я вас очень прошу, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хотя бы одно, ну, я же умрала для попытства. Ну, хорошо. Угу. Но вы обещали. Все, да. Все, все. Лист резной, оранжевый, с дерева упал, на листы опавшей каждый наступал, только мальчик маленький, мальчик с ноготок, взял с земли, поднял его и сказал, цветок. Я же говорил. Простите, пожалуйста. Да я не... Это просто очень трогательно. Извините. Цветок. А чему вы улыбаетесь? Я? Вы? Я... Я вспомнил нашу поездку на Ласточкиное гнездо. Тайган, дайвинг. Вы лучше вспомните наше первое знакомство. Скажите, а вас действительно зовут Карина? Нет, нет. Мне просто кажется, что это имя вам не подходит. Оно красивое, но не ваше. А какое же имя по-вашему мне подходит? Я не знаю. Мне кажется, я вообще о вас ничего не знаю. Игорь, я... Расскажите мне об астрологии. Что? Вы же ее терпеть не можете. Я хочу разобраться. Может, я был неправ. Хорошо. Хорошо. Вот это? Это луна. А вот это большая? Да. Слушайте, буду знать. А вон там вот видите? Это большая медведица. Большая медведица? Да, большая. Вот такая. Но я вижу только ковш. Ну, это одно и то же. Ну, как будто вы не знали. Да что вы говорите. А вот эта вот яркая звезда? Полярная. Полярная? А полярная чему? Ну, прекрати. Тим. Я... Простите. Нет, это вы меня простите. Это... Это просто ошибка. И... Простите меня. Да. Прошу внимания, наша экскурсия начнется через несколько минут. И поплывем мы на нее вот на этом чудесном пиратском корабле. Мы посетим такие знаковые места Крыма, как Шаляпинский грот, Новый Свет, гора Кородак. Затем наша экскурсия продолжится по суше. Мы посетим творение 19 века Воронцовский дворец. И затем мы с вами воочию сможем сравнить его с поистине шедевром 20 века, санаторием Украина. Дорогие мои, большая просьба не отставать от группы. Особенно, если мы поплывем на корабле, да? Шутка. Я оценила. Дорогие мои, у вас есть 15 минут. Пожалуйста, наслаждайтесь видом. Жду вас у причала. Майя, она моя. Да, дорогие мои. Ну, аккуратней, Сань. Ладно. Кариночка, дорогая, все забываю спросить, а как ты себя чувствуешь после вчерашнего падения? Нормально. Ну, слава богу, а то я так переживала. Ты извини, я же не специально просто так получилась. Но ты не сердишься. Нет? Я рада. А, кстати, сфотографируй нас, пожалуйста. Игорь, дай фотоаппарат. Всю семью. Давайте семейное фото на фоне моря. Вера, давай не сейчас. Нет настроения. Ты обещал мамочке отправлять фотографии, где мы втрою. Ну, и горюшь. Карин, там просто на кнопочку нажать. Ничего сложного, даже ты справишься. Карин, просто в технике не бум-бум. Давайте я вас запечатлею. Я бум-бум. Так, давайте-ка, друзья, вспомним что-нибудь хорошее и улыбнемся, да? Вера Павловна, ну неужели вам не вспоминается ничего хорошего? Ведь было же хорошее было. Внимание, снимаю. Так, что такое? Ой, вот хороший снимок, но вот у Веры Павловны почему-то образовался двойной подбородок и косоглазие небольшое, да? Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте, Вера Павловна, для свекрови еще раз. Есть. Не могу понять, что ж такое? Косоглазие все равно остается. С камерой, наверное, не то, да? Да нет, у вас что с руками? Видно, это семейное. Спасибо, Борис Михайлович. Да не за что. Дорогие мои, не начинается посадка. Большая просьба не спешить. Смотри в ход. Пожалуйста, не слабо в магазинке. Пожалуйста, пожалуйста. Сила сексуального влечения выражена в баллах от злобода девяти. Держи. 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 Показывается знаками плюс, равно и минус. Итак, сейчас мы узнаем, кто из присутствующих имеет право носить звание идеального партнера в браке. Вопрос номер последний. Сможете ли вы простить измену партнера? Ой, какой хороший вопрос. Главный жизненный. А какие варианты ответа? А прощу, Б нет, В прощу, если первый раз. Свечка, милая, ты не могла бы не доставать нас своими тестами? Тем более, что к реальной жизни они имеют никакого отношения. Ты так говоришь, потому что нет варианта ответа прощу, если купит машину? Света. Нет, папуль, такого варианта тоже нет. Так, пойди послушай, что говорит экскурсовод, а я к тебе позже подойду. Давай-давай. Сань, ты идешь? Да. Ну так пошли. Куда? Только аккуратней, Сань. Да ладно, мама. Не обращайте внимания на Свету. Я ее прекрасно понимаю. Она просто ревнует своего папу. Да. Ну как такого мужчину можно не ревновать, а? Красивый, умный, заботливый, верный. Прекрати, а. И скромный. Ребята, вы знаете, как мы познакомились с Огарюшей? На корабле, боже мой, он так романтично за мной ухаживал. Скорее банально. Ну прекрати. Вы себе даже не представляете, насколько сейчас мужик обмельчал. Расскажет пару-тройку каких-нибудь пошленьких анекдотов и думает, все, женщина у него в постели. Простите, Вера Павловна, а откуда же это у вас такая информация? Не из личного опыта? Подруге рассказывает. А. Борис Михайлович, а я вот немножко не пойму, а чем же вас так зацепило мое замечание? Мне кажется, вы совершенно не похожи на мужчину, который будет порчить себя, по-моему, Челентано, чтобы понравиться симпатичной девушке. Нет, просто как-то это, Вера Павловна, простите, конечно, но как-то вы все под одну гребенку чешете. А бедно за наш пол-то, да, Игорь? Ну согласитесь. Вот сейчас соглашусь. Да, Борис Михайлович, действительно, все мужчины разные, но вы у нас самые замечательные, правда, Кариш? Ой, я про Карину вообще молчу, она вон сразу двоих мужиков рвала. Ну, я про сына. Ой, ребят, а вы такие молодцы, начали работать на вторым, но мне Карина по секрету рассказала. Игорюш, а когда мы начнем делать бэйбиков, я уже хочу, а ты? Вера Павловна, извините меня, пожалуйста, как интересно у вас получается. Буквально три дня назад, когда Карина делилась нашими планами, вы говорили, что никогда в жизни не променяете ночные клубы, распродажи под рук ваших, да, там, на подгузники и пеленки. Фигура там, грудь обвиснет, да. Карина, я ничего не путаю, правильно? Борис Михайлович, вы знаете, я насмотрелась на вашу идеальную семью и просто поменяла свое мнение. Вера Павловна, я считаю, о вас нужно писать в газетах, понимаете, вы же эталонный пример для этих гламурных львиц с силиконом вместо мозга. Борис Михайлович, ну зачем же вы так скромничаете? Мне кажется, как раз ваш персонаж должен быть на всех обложках газет. Да нет, да ну что вы. Вот извините меня, пожалуйста, бога ради, но только я не понимаю, как же такой идеальный отец семейства может заниматься таким просто ужасным бизнесом, как продажа животных. Нет, если, конечно, читать только заголовки вот этой желтой прессы, то тогда вот так можно думать. А на самом деле ничего страшного в моем бизнесе нет. Борис Михайлович, а что там по поводу вашего судебного дела, по поводу контрабанды носок? Уже прикрыли? Или следствие еще идет? Ма, кажется, мутит! Ну я же говорила, таблетку возьми. Света, тебе как? Нормально? Да. Стой! Пад, там дебины! Пошли быстрее! Ну, пад, ты же обещал! Извините, ничего страшного. Ты что творишь, придурок, а? Одноклассники свои помочь решил? Боречка, ты очень сильно ошибаешься. Я без мужа в Москве сделаю тебе столько проблем, что ты себе представить не можешь. Родная, ты можешь кого-то напугать, если только не накрасишься. А то он даже не пытайся. Хам! Нам надо поговорить. Нам надо все забыть. Пожалуйста. Ну вот, дорогие мои, теперь вы очень можете убедиться, как изменилась южнобережная архитектура спустя век. Как вы уже слышали, Воронцовский дворец был там в 1848 году. А в 50-м началось строительство страны Украины. Главного приема... Игорюша, а что с лицом? Или ты не в восторге от советского неоклассицизма? Что случилось? Все в порядке, голова просто болит. Игорюша, у тебя в последнее время очень часто болит голова. Ты знаешь, мы сейчас приедем в Москву и тебя запишу к замечательному доктору. Ему даже из Европы приезжают. Запись за полгода. Ну ты не переживай, я договорюсь. Моя подружка и его жена. Мы вместе с ней на йогу ходим. А ты спрашиваешь, какая польза от йоги? Сам видишь теперь какая? Обратите внимание, здание главного корпуса украшено белоснежным инкермановским известняком, что создает потрясающий эффект воздушности здания. По богатству интерьера санаторий не уступал роскошным дворцам, за что к своему несчастью поплатился главный архитектор здания Борис Васильевич Ефимович. За излишнюю роскошь он был сослан в лагеря на 10 лет в 1953 году. Пожалуйста, наслаждаемся, любуемся зданием. Калинин, что с тобой? У тебя такой вид, будто Борис Васильевич Ефимович по дороге в лагеря еще и тебе жизнь испортил. Что случилось-то? Парамонов, занимайся собой. А то вон, убьешь бывшего, а мне с участия припишут. Убьешь? Это слишком банально. Это вообще не наш метод. Блин, это что Кондратьева? Какая Кондратьева? Боря. С которой ты в седьмом классе целовался, а потом ей пять лет мозг убрел. Кондратьева, бегом, быстро, быстро. Саша, Саша. Ма, кто это? Да это наша с папой одноклассница. Только этого нам не хватало. Говори. Вот черт принес. Пошли, пошли, пошли. Канаторий Украина был одним из самых привилегированных курортных здравниц Советского Союза. Использовался он в основном для размещения делегаций коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран. Английский писатель Джеймс Олдридж так описал санаторий Украина. Белый античный храм на фоне синего моря у подножья Айпетри в томной роще кипарисов. Неплохо, но я вообще-то не в восторге. Ой, полностью с собой согласна, Игорюш. Не архитектура, а фигня какая-то. Вообще не понимаю, что мы тут делаем? Я говорил про творчество Джеймса Олдриджа. Архитектура мне как раз нравится. Давай выкручивайся. А вот этот Джеймс, между прочим, Игорь, мне очень даже не нравится. Слушай, Лад, скажи, а ты вообще давно была на встрече выпускников? Недавно, что? Ну так, просто хотел узнать, кто так устроился в жизни. Ну, в материальном смысле. Какая-то мелочная душонка по Рамону. Хочешь порадоваться за себя любимого? Ты дура, что ли? Я хочу понять, сколько еще мы знакомых в Крыму встретим. Ты представляешь, что бы началось, если Кондратьев тебя первый увидел, не ты, ее? Влада! Владка! Сколько она? Быстро уходим! Подожди! Да подожди, Галинина! Галинина! Дорогие мои, наша экскурсия закончилась. У вас есть еще 15 минут попить водички, поесть мороженого, сфотографироваться на память. Через 15 минут я вас всех жду у причала нашего кораблика. Не опаздывайте. Можете проходить сюда, здесь тоже прекрасный вид на море. Дорогая, послушай, может быть, мы тоже уже как-то на кораблик туда? А то что-то подустался сегодня. Да, Борис Михайлович, видно, выглядите так себе, какой-то болезненный вид у вас. Да, да, вы знаете, пошел вчера в бассейн искупнуться, а там плавает всякое непонятное. В общем, мы на корабль, и там... Да, все. Но я не хочу на корабль, я хочу мороженого. Я даже не хочу, пап! А-а-а! Наконец-то! А-а-а! Вот вы где! Я кричу, кричу, вы меня не слышите! Привет, Калина! Как красиво! Привет! Здравствуйте! Ой, а что это за бижон? Неужели это тот самый Борюска, который все время мед и штатишкой ходил? Да! Вообще день узнал! Это имидж, я прошу не путать со старостью! Ну так, вы, наверное, с семьями приехали отдыхать, ребята, прекрасно. Оксана, у тебя очень интересный муж. Вообще-то это не ее муж. А вот это уже интересно. Ну... Подождите. А ты, по-моему, за Трофимова замуж заходила? Ну, так это же... Кто тебе сказал такую ерунду? Да ну, вообще-то я на твоей свадьбе гуляла. СМЕХ 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 Так это было когда? Двадцать лет назад. Это когда было-то? Двадцать лет назад. Я и забыла, у меня из головы влезет совсем. А как это так? А у тебя же ребенок вроде родился. Какой ребенок? У кого? Какой ребенок? Что ты? Контрактин. Па? Понимаешь, этот ребенок от меня. Вот это у вас Санта-Барбара! И главное, ничего не сказали, ну, смотри, какие. Вот это ваш сын? Да. Ну, вообще-то это вылитая копия Трофимова. Ну, там... Да, я тоже заметила, что на нас он вообще не похож. Так бывает, это потом проявляется это... У меня с папой так было. Сыночек, возьми денежку. Угу. Ну, как ты? Ну, я ничего, я, честно говоря, не ожидала, подруга. Ты прям вот так вот... Слушай, ну ты выглядишь потрясающе. Ты можешь меня на глазах прям с соседом. Вот это круто! СМЕХ 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 Я не изменяла? Ну, у нас еще до свадьбы все случилось. Правда, Боря? Как это до свадьбы? Борюска в это время в армии был. Ну, я вообще-то в отпуск приезжал. Ну, вообще-то ты ко мне в отпуск приезжал. Ну, почему же к тебе он приезжал в отпуск? Ну, значит, почему? Вообще-то у нас отношения были. Извините, конечно. Ах... Так... Значит... Значит, так вы со мной, да? Аж... Значит, он в отпуск к тебе, а? Может быть, вы на моем нерождении? Может быть, вы в моей постели? А ты и я себя подругой называла? А ты вообще... Да что ты не кушал? Слушай, ты это... У тебя язык всю жизнь помело был! Карин, подожди! Ага! Значит, я в Семина. Интересно. Что-то произошло? Что-то пропустило? Здрасьте. Здрасьте. А... Карина... Это... Кто, простите? А? Уху! Выкрутились! Ну-ка, Ленина, ты... Ты гений! Не понял. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Лад, ты чего? Ты чего идти спать? Случилось шучу? Ну, ничего не случилось! Да! СТУК В ДВЕРЬ 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 Что происходит? СТУК В ДВЕРЬ Красивое? Понравилось, да? СТУК В ДВЕРЬ Никогда больше так не делай. Игорь, ты действительно считаешь, что имеешь право предъявлять мне какие-то претензии? Ты что думаешь, я должна сидеть и смотреть, как ты переходишь все рамки приличия? Ну, тихо, тихо, тихо. Ладно, успокойся. Ну, чего ты? Все, все, тихо. Да, ну, опять. Ну, ладно, ну, ты Сашку разбудишь, ну. Лаль, ну, все, успокойся. Ну. Я не могу, я не могу, я не могу, понимаешь, я больше не могу. Я понимаю, понимаю. Я не могу, я не знаю, как ему в глаза смотреть, я вру, вру, вру. Я постоянно вру, я себя ненавижу. Ты почему? Ну, понимаю, понимаю. Что случилось-то? Кому ты не можешь в глаза смотреть? Сашке, что ли? А? Да вы чем тут Сашка? Ну, я не понимаю. Слушай, Калинина, это что, правда это что? Ты втюрилась, что ли? Как? Влад? Ну, и чего ты молчишь? М? Как будто ничего не произошло. Произошло только то, что ты вторглась в мое личное пространство. Да? А, по-моему, произошло то, что кто-то начал ухлестывать за моей лучшей подругой. Ты думаешь, я такая дура, ничего не вижу, не замечаю? Значит, на экскурсии вы вместе, на дайвинге вы вместе, даже в этих детских эстафетах вы вместе. Слушай, милый, а ты не запарился придумывать повод, чтобы побыть с ней наедине? А? Что молчишь? Я душ могу принять? Карину не позвать? Ну, все, ну, хватит уже сыры-то разводить. Ну, мы соседей затопим сейчас. Ну, на вот валерьяночки лучше, я тебе накапал. Я не хочу. Не хочу, не хочу. Почему все так, Боря, а? Боря, ну, где же ты взялся на мою голову? А, здрасте. Вот, я теперь во всем виноват. Ну, а откуда я знал, что так все получится? Ну, это же, это анекдот какой-то, ну, честное слово. Смешно? Он теперь меня никогда не простит. Угу. Никогда не простит. Боря, давай уедем. Давай уедем. Прямо. Уедем. Вот, видишь как, вот когда я тебе предлагал уехать, ты думал, что он тебя еще простит, да? КАШЕВЛЯЕТ 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 Ну, никакая ты не дура, ну, хватит. Ну, ладно, я тебя прошу, успокойся. Да найду я тебе в Москве нормального мужика. У меня вон, тем более, один знакомый олигарх олигархич нарисовался, кстати, развелся недавно. Вот, от скухи себе решил носуху завести. Ты же, ну, ты же лучше носухи в сто раз. СМЕХ 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 Дурак! Ну, подожди ты, ну... Ой, да. Интересное кино у нас получается. Нет, я просто поражаюсь. Каким надо быть человеком, чтобы приехать на курорт с женой и ухлестывать за ее лучшей подругой? Это что, совести совсем ноль? Нет, я ж понимаю, на меня тебе наплевать. Ну, а ты о них подумай, у них же семья, у них ребенок. Ребенок вообще отца обожает. Ну, конечно, понимаю, тебе все равно, да? Ну, я хочу, чтоб ты знал. Игорь, я хочу, чтоб ты знал, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вечи собирай. Мы завтра уедем и никогда больше не вспомним об этом разговоре. Игорь Негода. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь мы обязательно вернемся Мама, а ты что не бросаешь? Что, вернуться не хочешь? Ну? Ну все, намусорили уже Поехали Как поехали? Я хотела еще ракушек собрать на память Я тебе уже планшет купил на память, Саш Иди, сынок, собирай ракушки Все, давайте, ребята, нам заправляться еще Ну пора, можешь Ну дай 10 минут, мы скоро Ладно, я в кафе Вам взять чего? Нет, спасибо, Борь Да ладно Ну короче, я в общем в обеду забуду маски Давай там Вике позвони С кем? Он же гей Свет, пойди, он там подожди Доброе утро Очень жаль, что вы нас покидаете Надеюсь, это случилось не по вине нашего отеля Нет, нет, произошло кое-что непредвиденное Понимаю Ваши счета, пожалуйста Ладно, все, давай, пока Так, молодой человек А вы что, не видите, сейчас чемодан упадет? Можно как-то поаккуратнее? Вы знаете, сколько они стоят? Извините Да? Одну минутку По-видимому, вы забыли косметичку Да, блин, как всегда Горенчка, милый, я сейчас Может, не будем ее ждать? Пап, мы точно из-за работы уезжаем? Точнее, не бывает А почему мы ни с кем не попрощались? Ладно, пойду выпью фреш Будешь? Нет, не хочу, спасибо Спасибо Надеюсь, ваш отдых был незабываемым Да, кстати, ваши друзья тоже уезжают Ну, я думаю, вы в курсе Все-таки взяла А я уже думал, ты даже попрощаться со мной не захочешь Чего молчишь-то? А? А, ты придумываешь, как меня пнуть побольнее, да? Только, Вера, я тебя очень прошу Не начинай вот эту ерунду, что я там лузер в постели Вот это, это очень банально Мы же оба прекрасно знаем, что это не так Алло Что, угадал? Мы в молчанку будем играть, или как? Это от злости умерла, любимая Алло 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 Я еще не отменял Спасибо Па, ты куда? Никуда, будь здесь, я скоро Игорек, здорово Слушай, с рыбалкой, старик, сегодня не получится Мы решили уехать Калина там что-то завязит Это тебе за мою жену? Прав Прав, абсолютно, даже спорить не буду Прав на сто процентов А это тебе за твою? Ты подонок, ты понимаешь это? Такую женщину всю жизнь искать будешь, не найдешь Ты ее на руках носить должен, а ты поступаешь с ней, как последняя тварь Игорек, я дурак ты, Боря Дурак Карина, я... Я... я не Карина Просто ваш муж Он мне не муж Не понимаю Меня зовут не Карина А он Не мой муж И я с самого начала все про них знала Я сюда приехала Вас обманывать Мне... Мне нужны были деньги Я согласилась Я тогда на море Я хотела вам все рассказать Но я струсила Нет даже прощения вас просить Стыдно Но вы... Вы не должны меня прощать О, Игорь, вот ты где, я тебя везде ищу Ну как, монетки кинул? Игорь, подожди, ты все неправильно понял Я теперь я все объясню, Игорь, подожди От прощания до прощания Возвращение одно Частых писем, обещания Позабытые давно Мы играем словно дети Расставанье Вновь и вновь Разделилось все на свете На любовь и не любовь Разделилось все на свете На любовь и не любовь Кто-то уйдет Кто-то вернется Кто-то простит Кто-то осудит Меньше всего Любви достается Нашим Самым Любимым Людям То, что в шутку ты сказала Буду помнить я всерьез Видят старые вокзалы Слишком много новых слез Принимай судьбу Отрадно Не ищи Других Причин Разделились Беспощадно Мы На женщин И Мужчин Разделились Беспощадно Мы На женщин И Мужчин Кто-то уйдет Кто-то вернется Кто-то простит Кто-то осудит Меньше всего любви достается Нашим Самым Любимым Людям Привет, а что происходит? Ты опять опоздал, Калинина, вот что происходит Ладно, я тебе сегодня прощаю У тебя амнистия Так, так, работаем, работаем Не стоим, не стоим Хорошо Ну что, Василия? Какой-то сумасшедший купил все цветы Заказал доставку Куда столько? Да какой-то юбилей Не стой Ходи Грузи Считай До свидания, Калинина У тебя сегодня выходной Все Пошли 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 Быстрей Пока Да, давай, давай Работаем Лада! Лад! Слышь, Викторенко, 7, квартира 49, это ж твой адрес! Ну да, а что? Прикинь, вся вот эта доставка, она к тебе едет? В смысле? Да в прямом! Говоришь, нет личной жизни! Ну-ну! Подожди, ты же говорила на юбилей Ну правильно Ровно два месяца, четыре дня с момента нашей последней встречи По-моему, дата круглая Мне кажется,uş, с этой ночью В компанию Погоди Терпения Терпения По-моему, дата К Diese rows В принципе Эта Наши Кто-то уйдёт Нашим самым любимым людям